Девушки отдыхают 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 Ну и показывает Начальница встречи Дражан Лугарич Что я сегодня заряжен весьма так Огнеопасен Да Я сегодня готов Действовать Очень уверенно И у Лугарича Еще и весьма хорошо Подачи sh했다 Когда выступал Он за команду Из Белгорода Что касается Локомотива У него тоже Весьма неплохие были подачи по ходу уже концовки первого этапа Кубка России. Да, у него очень сильная подача, очень быстрая, сильная. И мяч идет очень тяжело, как отмечали принимающие игроки нашей команды. Что касается гостей, мы обращаем на другого подающего Максима Михайлова. У него тоже пулеметная подача. Его подача локомотив пристально разбирает на предматчевых разборах? Да, особенно пристально, потому что недаром Максим Михайлов носит такое название, как Максим пулемет. Да, мы знаем. Показывает нам пламена Константинова, показывает нам капитана команды Сергея Савина. Его роль в команде сейчас в этом сезоне весьма серьезней стала, когда ушел Фабиан Джизга. То есть вот на него все взвесили, но я думаю, что ему удается расстроить свои команды, да? Да, Серега такой человек, что он заводит просто своим присутствием в команде. Ну и сейчас Савин забивает, очень здорово, хороший здесь получился у него взлет, очень здорово передать. Чему опять же адресовал Абая, смотрим мы еще раз. Высокая, да, такая хорошая траектория. Здесь Поле не играет, не пошел вдоль площадки, решил здесь сыграть. Не ожидали, судя по всему, соперники. Закрывали, видимо, больше ходовое направление, но Сергей Савин обладает не только ударом в ход, а также очень хорошим ударом в линию, плюс вариативным ударом. Табло играет Локомотивов на момент и 5-3 и счет на табло. Локомотив-арена показывает нам Олегна. Да, если чего задуматься, наставник у гостей. Напомним еще раз, в этом сезоне Владимир Олегна вернулся на тренерскую скамеечку, на мостик. В прошлом сезоне не было Олегна, в связи с тем, что он, ну, был у него определенный дискомфорт, да, в области спины. Сделали ему операцию и в прошлом сезоне командой руководил нынешний наставник уже Кузбасса. Алексей Вербов, Невович, по линии опять же играет и в добивании здесь вот не ожидал Лубурич, что Михаил таким образом будет действовать. Но Лубурич по большому счету это диагональный. Насколько у диагональной стоит задача в приемном мяче? За защитную реакцию, то есть все стоят так, как должны, должны играть. Борьба за любой мяч, независимо, какой у тебя амплуа. Ну, на подаче же отмечают наши болельщики, опять же, что диагональные, буквально прячутся, уходят за площадочку, чтобы у них не попал. Это прием, то есть мы говорим про защиту. Да, да, да. То есть принимают всегда в основном доигровщики и либеранты. То есть это самые, так сказать, сильные люди в плане приема. Барташ-Бернаш, это первый эйс по ходу. Эта встреча получается 5-5 у нас на табло. И хорошая завязка получается в этом противостоянии. Поляк опять же в подаче. Хорошая подача. И опять мяч в площадке. И второй подряд получается эйс у гостей. Как сегодня заряжено, да, гости на эту встречу. Не знаю, какие-то есть определенные, может быть, у вас размышления, у игроков Локомотива. Почему Казань раз за разом побеждает Локомотив? Я думаю, что им просто везло. Понятно. Сегодня новая площадка. Вот, пожалуйста, не до везения, да, говорит Александр Ткачев. Ну и продолжаем мы наблюдать. 6-6 в этой встрече. И напомню еще раз, соперники в прошлом сезоне два матча сыграли. И там в обоих матчах были противостояния пятипартиевые. Пятипартиевые, да, то есть пять сетов сыграли команды. И оба раза все решалось в пятой партии, в пятом сете. И на подаче Ильяс Куркаев у Локомотива. Центральный блокирующий попадает сейчас в сетку. Не все хорошо складывалось у Куркаева по ходу прошлого сезона. Была у него травма. Давайте вспомним, получил он еще выступая за сборную России. Но после этого втягивался по ходу чемпионата. В январе он потихонечку стал восстанавливаться. И подача у него, по большому счету, не шла в прошлом сезоне. Но в конце уже чемпионат расподавался. Марко Илович забивает, по-моему, да, сейчас? Да, да, да. Два серба в составе у Локомотива. Давайте напомним, Марко Илович, вот, пожалуйста, доигровщик и диагональный пришел. Дражан Лобурич, который, судя по всему, то хорошее отношение имеет. И за площадкой поддерживают друг друга, да? Да. У нас вообще дружный коллектив. Абаев, хорошая была подача. И Лобурич смещает блок гостей. Двойной блок. И здесь опять же Максим Михайлов. Как будто изголодался по диагонали своей вот этой зоне, да? Мне кажется, просто не успел сомкнуться блок. Так бы было смягчение. А усиление все-таки Михайлов в диагонали? Или Цветан Соколов зря покинул команду? Ну, сложно сказать, потому что и Максим, и Цветан они очень хорошо смотрели в диагонали. Будько. Тоже неплохая подача. И успевает здесь. Мечу Абаев. И первый темп. Щербинин забивает. Дмитрий Лызик. Он весьма активен. Если сравнивать, опять же, по психологическому настроению, мне кажется, Дмитрий Лызик чем-то схож с Вольвичем. Тебе не кажется так? Вот по своему заряду на площадке готов проорать все, что есть у него в душе? Да, скорее всего, возможно. То есть, вот именно эта игровая злость. Она необходима на площадке, и вторая ошибка получается у Локомотива. На подаче очень похоже, что Ивович и до этого ошибался у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, там, Илья Стуркаев, да, ошибался. На подаче они в одну и ту же зону подавали, в пятую. Да, я думаю, что это направление, так скажем, было тренерским штабом определено. А вообще, это специфика направления, да, как определяется? То есть, перед матчем все это рассматривается детально, буквально под микроскопом. В таком-то вот расстановке у гостей мы будем подавать именно в шестую зону, да? Вот так получается? Обобщенно, я говорю сейчас. Да, все верно. То есть, проходит большая работа по просмотру всего материала, который есть по команде, и уже принимаются решения, то есть, с самой слабой стороны. Волейбольные качели у нас продолжаются. 10-9. Казань выходит вперед, показывает нам Будько, который выступал за Локомотив, тренировался в одной команде, получается, с сегодняшним нашим экспертом. С Александром Ткачевым, помнишь ты его по тренировкам, да? Да, это был мой дебют, скажем так, в команде Суперлиги на сборах. Это уже Илья Скрухаев был. И Нгопед передачу отдает смягчение. Какое сейчас было спасение от Мартуника. Здесь высокие руки Михайлова. Но из линии нападения атакует поляк, и Бартыш забивает. Бартыш сегодня, судя по всему, весьма так в ударе. Получаются у него и подачи. Мы сегодня два айса видели, да? И хорош сейчас опять же был Мартынюк. Какое спасение. Отмечал ты сегодня перед началом этой встречи, что Мартынюк готов сегодня дать бой сопернику на 200%. Не забываем мы об этом. И опять поднимает тяжелый мяч. Савин, знаешь, по входу прошлого сезона у меня сложилось мнение, что у Сергея Савина, вот его не корми хлебом, да, ему в тяжелой ситуации. Когда уже некуда, как будто там мяч деть, да, он тогда забивает. Тайм-аут берет Панин Константинов. Отдохнем буквально немножко, далее вернемся. Давайте послушаем тренера. Субтитислав, второй мяч, еще подстраховали автолстик. Подождите, сада бойши. Рано. С... Санг-а-пет. И на контра. Ако доле топка, можеш високо по право. Ну, сейчас, надеюсь, Александр нам переведет до Пламена Константинова. Что, все-таки, требует наставника Локомотива в данном моменте? В данном моменте Пламен указал, что можно играть, что Артем Вольвич не успевает, что открыт стык. И при атаке Дражина можно играть по правой руке Эрвин Гопеда. Угу. Ох, какой здесь неприятный получился инцидент. Зона конфликта получилась у двух волейболистов Локомотива. И не разобрались здесь, в данном случае, и Савин, и здесь же был еще и Марко Илыч. Опытные волейболисты. Ну, и на подаче остается Алексей Кононов. Ошибки Локомотива пошли уже в середине, получается, первого сета. Весьма неприятная ситуация на приеме Савин. И далее передача получается... Хорошая передача получила, по большому счету, от Абаева. И Савин забивает. Играет вдоль сетки. Сложный прием. В волейболе, да, Игорь, вдоль сетки? Ну, да, это самый сложный удар. Удар с 4 по 4. Но Сергей его очень сильно любит. А в связи с чем, опять же? В связи с тем, что техничный волейболист? Да, что очень техничный. И он всегда отмечал, что нет удара лучше в мире, чем с 4 по 4. Понятно. Вот он, пожалуйста, пожалуй, наверное, туда и метил сейчас, да? С 4 по 4. Но блок соперника играет. И Луизика нам показывает. Который, судя по всему, готов уже выйти. Даже вот так вот. Не снимая, как говорится, ветровочки на площадку. 11-13. Продолжается противостояние. Суперкубок России разыгрывается сегодня в Новосибирске. И Лобурич вернулся на свою силовую подачу. И свободный мяч. И пошли эмоции от Сергея Савина, капитана локомотива. Смотрим мы повторно. Гапит был в зоне приема. В принципе, волейболист, который неплохо принимает. Давайте отметим. Ну, также все же Сигар просит загружать именно Эрвина на подачу. Да-да-да, мы обращаем на это внимание. Сейчас Бартыш был в приеме. И Михайлов. Так, касание, по-моему, антенны там было, если я правильно понимаю или нет. Блок-аут. А, блок-аут. Все, все, разобрались. Да, все, счет мы видим. 14-12. Смотрим мы еще раз. И Михайлов сегодня вот пока что вот он успевает. А вот антенна здесь шевелится, поэтому мне показалось, что антенна там была. Михайлов сегодня набирает свои очки по ходу первого сета. Не удается локомотиву его прикрыть. Михайлов в ударе. Но там, пожалуй, только, по-моему, один раз или два раза мы прикрыли Михайлова. И не более того. Сейчас еще опасная подача была. И остается мяч в игре. Но будет, видимо, просмотр, да, если сейчас не зайдет в автоматик. Нет, мне кажется, все было чисто. Ну, пошел бы общаться все-таки Сергей Савин с арбитром. Напомню еще раз. Николай Книжников, 46-летний и первый рефери сегодня. Вот он на вышке там находится. Кстати, депутат Думы Нижневартовска, между прочим. И этот арбитр за последние два года 5 миллионов сумел. Грантовую поддержку такую оказать волейбольному Нижневартовску. В Нижневартовску построена и школа волейбола, и ночная лига волейбола. То есть старается человек. Работает. Да, в Нижневартовске очень хорошая детская школа волейбола. И это тоже там его деньги. Опять же, он выделял на это. Я напомню тогда, может, там музей волейбола построен. Там есть еще и школа волейбольная, да. И грантовая поддержка. Ряда еще проектов. Там 5 миллионов рублей ушло. Вот такой у нас сегодня первый рефери на этой встрече. И опять же, как хорошо Полег сегодня подает. И здесь Лубурич. Какой мяч спасли сейчас. Тяжеленный момент получился у Казанского Зенита. Смотрим мы еще раз. Лубурич атакует здесь же по линии. Но сумел вовремя переместиться. Валентин Кронков поднимает мяч. И уже здесь с линии нападения. Бернеш и забивает мяч. Серединка у нас продолжается первой партии. Видно, что соперники не хотят первый сет уступать. Ни в коем случае. Помятуя о том, что в прошлом сезоне, я напомню, два матча подряд и два матча были пять партий. Попал или нет сейчас? Оля попал в площадку. 17-13. Третий эйс получается уже у Бартыша Бернеша в первой партии. Локомотив берет тайм-аут. Давайте послушаем. Это уже вторая, близко к первой партии. Говорю, может не смещаться в центре площадки. Не смещайся ты. Хорошо? Марко сместится немножко. А ты не смещайся. Стой на месте в центре. Потому что там уже вторая еще. Да. Возвращаемся мы. Тайм-аут второй получается по ходу первого сета взял наставник локомотива, помен Константинов. Но я сейчас обращал внимание на подачу. В большей степени, да? Да, потому что есть тактика приема, есть тактика смещения принимающих. И, видимо, он решил немножко изменить тактику. Ну и продолжает свои подачи Бартыш Бернеш. Еще одна силовая. И что сегодня творит у нас поляк? Сколько было определенной такой критики в адрес, опять же, Беттержан по ходу первой встречи в чемпионате России, когда команда из Казани с трудом победила. Факел из Нового Оренгуря. И опять в площадке. Это что-то, это просто чудо какое-то определенное. 19-13. И Марко Иович показывает, что необходимо протереть, судя по всему, площадку. Вместо Сергея Савина появляется Алексей Родичев. По твоему счету, опять же, в связи с чем такая замена может быть? Я думаю, чтобы усилить прием и дать Сереже немножко посмотреть со стороны. На происходящей на площадке, да? Давайте посмотрим, сколько сегодня Айцев уже получается. Вот у этого парня, под номером 10, Бартеш Бетнерш из Польши. И опять мяч в площадке. Это фантастика. 20-13. Лизик немножко здесь приуныл. Как же так? Первая партия вроде бы неплохо складывалась для хозяев площадки, но на подачу вышел поляк и смотрите, что происходит, да? И опять сюда же, да? В зону, получается, под линию, под заднюю. Грузит мяч, хорошая передача дошла, да? Марка Иловича. Илович сейчас так размашисто действовал в атаке. Видимо, надо было давным-давно снимать уже Партеша с этой подачи. В замене в команде Локомотив вместо игрока под номером 20 Ильяса Куркаева на площадку выходит игрок номер 5 Александр Воропаев. А Воропаев сейчас в большей степени на подачу, если я правильно понимаю, или нет? Да, у него очень, ну, скажем так, у него самая сильная подача, быстрая. У всех игроков Локомотива? Да. Давайте посмотрим. 14-20. Воропаев пришел делать ответочку в пользу уже Локомотива. В приеме здесь французский доигровщик. Мгопед. И передача на Марка Ивовича. И играть нужно еще дальше. Есть. Зацепили подачу, по крайней мере, да? Отыграли очко. Лобрич здорово сыграл. Ну и вся команда сейчас постаралась. Подняли тяжелый мяч, показывает там Олег нам, который весьма негативно высказывался по поводу чемпионства Локомотива в прошлом сезоне. Говорил, что это мое мнение, но извините, я не согласен. Нельзя было чемпионство Локомотиву отдавать без финала шести. Мяч не в площадке, судя по действиям линейного арбитра. Чуть-чуть не уложился, но а будет ли повтор брать? Памин Константинов. Замена в команде «Зенит-Казань». Место игрока под номером 4 Артема Вольвича. На площадку выходит игрок номер 3 Андрей Сурмачевский. А здесь обратная замена, да? Мы видим сейчас с тобой, который выпускает волейболистов именно на подачу. Андрей Сурмачевский, который, кстати, поварился в школе Локомотива. Ты с ним знаком? Да, он тоже начинал в Локомотиве, в детской спортивной школе. И после уже перешел в Лорг Казань. И эйс от Сурмачевского. Хороший такой силовой, закрученный мяч получается. И он закручивается буквально вот под линию нападения. Очень сложно, когда он ничего двигается. Судя по всему, траектория полета весьма непредсказуемая. И мы видим, что 22-15, это на одних падочка. Большому счету Зенит убежал от Локомотива. Но сможет ли Зенит подавать в таком же духе дальше? Это большой вопрос, и мы сегодня ждем на него ответствия. Сейчас встреча у нас в концовочке находится первого сета. Я напомню, что примерный счет был такой же схожий в концовке четвертой партии этих команд в Кубке России в прошлом году, в ноябре. Ты выходил на эту встречу при счете 21-15, когда Локомотив вел. И уступил встречу. Да, было и такое. Сейчас 22-16. Почему бы не спастись? Почему бы не вернуть? Да, должен. Вполне возможно. И здесь Мегапет говорит, подождите, ребята, я пока вам не позволяю этого сделать. 23-16. Странцовский доигровщик сейчас безусловно хорош. Ну и ждем мы сегодня блок Локомотива. Почему сейчас не получилось сделать этот блок? Потому что хороший плет получился у гостей, да? Если я правильно понимаю. Дражин среагировал на зону соперника. На первый темп? Да, хотел помочь. Но не угадал. И идет же Лоборич. Отыгрываться 17-23. Судя по всему, у нас мало шансов на спасение первого сета. Но это еще не проиграно битва. Здесь здорово опять же действует Марк Юрьевич. Показывает, что буду я сейчас атаковать в центроплощадке. Но играет по линии. 17-23. И Лоборич у нас подавал сегодня довольно активно один серб. И второй сейчас серб вышел дополнять своего партнера по команде. И очень хорошо это делает. 18-23 получается на подаче Локомотива. Но я напомню, в прошлом сезоне Марк Юрьевич, доигровщик Локомотива, но был такой заряжалкой, такой хорошей батарейкой для Локомотива на подачу своих. Зачастую выходил и команду вытягивал из сложной ситуации. Сейчас не получается. Опять же ошибка. И получается по большому счету для Юрьевича это вторая или третья. Ошибка на подаче в эту встречу. Вторая ошибка его. До завтра в средней линии при атаке сзади у Марка. Так, и следовательно 25-18 тогда. Победа «Зенита» в первом сете. 25-18. Разница их в 7 очков. Побеждают у нас в первом сете команды из Казани. Вернемся скоро. Все самое любопытное будет впереди. Продолжение всего матча. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мой репортаж из «Локомотив-арена» в Новосибирске. Ну что у нас получилось? 25-18. Такой у нас первый сет. В принципе, неплохая была завязка этого первого сета. Вроде бы «Локомотив» был на равных с «Зенитом» из Казани. Но потом уже по ходу середины вот этой партии «Казанцы» на подачу в большей степени, опять же, да. Отращаясь сейчас к моему коллеге, к нашему сегодняшнему эксперту Александру Качкову. Качков, напомню еще раз, сегодня «Локомотив», то есть игрок «Локомотива», центральный блокирующий. Со мной комментирует эту встречу. Что там получилось? Какой можно итог сделать из первого сета? Я думаю, проводились немного на приеме. Когда подавал «Барташ Бэтнаш», он очень хорошо укладывал под линию стык между принимающими и на хорошей скорости. При этом игрокам очень сложно было сообразить и среагировать. То есть кто должен принимать это? То есть на подачах получается в большей степени «Зенит» из Казани у нас первую партию забирали в этой встрече. Но есть еще, как говорит, спор в «Барташбнице», да? И есть чем отметить сегодня сопернику «Локомотиву», но и есть поддержка публики, разумеется. Да, тоже здесь же на трибунах этого нового дворца спорта «Локомотив-арена» и Марка Илович на подаче у «Локомотива». Во втором сете требуют болельщики «Эйс». Да, по «Эйсам» «Локомотив» серьезно уступил сопернику в первом сете. Но он может наверстать во втором и в третьем. Будем надеяться. Марка Илович, наблюдаем мы за его подачами в прыжке. Неплохо получается. Там «Барташбнице» же был в приеме и сейчас он попал в площадку, но при этом не попадает. Не попал, да. В площадку Максима Михайлов. Отмечаем мы обратил внимание арбитра. Опять же, первого репера, и был видом касания он «Блока», но не было там касания. Следовательно, 1-0. Но видно, Марка Илович сейчас горят у него глаза. Заведена, опять же, ошибка. Ругается. На сердце, надеюсь, ругается. На себя. Марка Илович, что касается легионера с «Локомотива», я знаю, что Дрожан Лобурич в Испании Бог там говорит по-русски. Правда или нет? Да, правда. Оба наших легионера очень хорошо говорят по-русски. И у нас есть и хорошее взаимопонимание. Хорошо сейчас, прежде всего, Мартынюк поднял тяжеленный мяч одной правой рукой. Ну и по ходу первого сета давайте ответим мы, уважаемые любители волейбола. Мартынюк там ряд таких тяжелых мячей доставал, да? Когда команда после этого выходила еще в атаку. Было это. Но сейчас 2-1. И на подаче Дмитрий Щербинин. У него весьма такие неприятные подачи были по ходу на предварительного этапа Кубка России в этом сезоне. Вроде бы и не силовые. Но зачастую соперник как-то неудачно их принимал. У него очень хорошая силовая подача. Она тоже тяжелая. Он в связи с тем не силовый. Кажется трибунам, да, что не силовый. Потому что он же высокий волейболист. То есть ему прыжок большой не нужен, да? От рифа получается от паркета, вот так вот выражаться. Чтобы силовую-то исполнить. Ну, я бы не сказал. Так, понятно. И здесь хороший взлет получается у Ильяса Куркаева. Но судя по, опять же, тому, что я знаю, у Ильяса Куркаева, пожалуй, самый высокий прыжок в локомотиве. Это правда или нет? Это правда. Вот здесь хотя бы я не ошибся. И то меня радует. Ну и смотрим из-за подачи другого серба. Лабрич. И первый темп. И мяч в игре остается. И все-таки берет тайм-аут. Берет посмотров. Берет посмотров. Планет Константинов. Давайте обратим на это внимание. Не согласен сейчас с решением из Сури. Возможно, попал на мяч в ногу. Был ходь на пресс-инсалон. Да, да, да. Это не запрещено волейболом. Можно, кстати, и ногой мяч забить. Не забываем мы об этом. Да, и это было. Такое тоже бывает. Общаются здесь у нас, получается, наставники. В этом сезоне поменялся у нас тренер команды, кстати. Пришел к упомяну Константинову. Его же болгарин, получается, да, тренер? Петер, какие-то есть определенные перестановки в команде? Может быть, общение по-другому строится или нет? Общение осталось также на том же уровне. То есть, особых перестановок, во всяком случае, я не заметил. Ну и при том, что с Петером мы также знакомы. Он, когда Пламен тренировал сборную Болгарии, Петер также был вторым тренером сборной. Ну, смотрим, по мнению Александра Ткачева. Все-таки же смотрят, а не было ли касание здесь площадки. Да, ногой вполне возможно сыграл волейболист Локомотива. Мы ждем повтора. Весьма любопытно посмотреть. Пришел здесь у нас второй рефери пообщаться. Это Алексей Пашкевич. Видеопросмотр запроса не позволяет достоверно подтвердить или опровергнуть факт совершения данной ошибки игроком. Поэтому ранее принятое судьями решение остается в силе. То есть решение именно судей изначально. Но здесь получается главный в данный момент. И повтор не дал нам оценки эпизода полностью. Не можем мы понять, что-таки там было касание, не было касания площадки. И смотрим за подачами Михайлова. И опять первый темп. Получается Илья Скоркаев здорово играет первый темп, пока у Локомотива проходит испа неплохо. Чего не хватает тогда, опять же, Локомотива в большей степени в атаке. Вот так буду спрашивать. У тебя, Александр? Я даже сомневаюсь ответить. Ну смотри, диагонально и нормально, опять же, выражаясь. Вот так простым русским языком. Да, отлично. Так, что касается доигровщиков, тот же Сергей Савин. Именно в нападении, не на подаче, я сейчас в большей степени говорю. Да, он очень вариативный. То есть все нормально. Мне кажется, не хватает именно блока. Да вот только что Марка поставил блок 1 в 1. Марка Юрьевич, блока кому еще ставит? Михайлову. Смотрим мы еще раз повтор данного эпизода. Марка Юрьевич ниже Михайлова. Там практически сантиметров, пожалуй, на 12. Где-то у Полотовой или 10. Ну, Марка Юрьевича метр девяносто четыре. Но Марк компенсирует это своим прыжком высотой. Да, у него сумасшедший прыжок и великолепное зависание еще получается в воздухе. Но что взять, что есть, то есть, да, как говорится. Здесь он хорош, безусловно. И смотрим за подачами капитана локомотива. Сергей Савин касается мяч троса. И первый блок сумели сейчас прикрыть Вольвича и Марка Ивович. В приеме здесь Абаев. Уже связующего роли выполняет Илья Скуркоев. Гопеет и на двой спасает мяч. Марка Ивович, по-моему, это было. И Абаев мяч перебрасывает. Долгий розыгрыш. Более свойственный женскому волейболу получается. Мяч не попадает в площадку по дальнюю линию. Да, но это был бы очень красивый момент, если бы кто-то заблокировал одной рукой. Эмоции нам волейболистов локомотива показывают. Здесь вот тяжелый момент. Все-таки это спас не Ивович, а именно Константин Аббалович. Абаев в падении играет тяжелый момент. Ну и хорошей рубричной команды подарили. И отправляется нападать штук волейболист, который по ходу первого сета много неприятностей локомотиву подарил. Предоставил. По запросу команды локомотив состоится судейская процедура видеопросмотра игрового момента. Касание сетки вполне возможно. Что там могло случиться? Затрудняюсь ответить. Бывают нюансы, которые могут ускользнуть из глаз. Что касается нюансов, любопытный вопрос. Опять же, вот, Александр, к тебе обращаюсь, как и, я думаю, что и болельщики тоже локомотива. Меня поддержат в ряде эпизодов. Кажется, что тренер не видит, что происходило на площадке. Кто подсказывает-то? Все подсказывают вообще, получается. Все запасные могут подсказать ему? Ну, и запасные игроки основного состава могут подойти и попросить, сказать, что либо было касание, либо не было касание, либо сказать, что вот мы это видели. Но это весьма опасно, то, что можно потерять два повтора, опять же, да? То есть ошибаться здесь нельзя. Нужно быть уверенным процентов на 99, наверное, да? Ну, да. То есть, ну, бывали в моей практике такие моменты, что люди ошибались. Все равно тренер брал просмотр. Тренер за это леща не дает, надеюсь? Нет. Я вот так буду выражаться. Нет, не дает. Тренер локомотива в прошлом сезоне, напомню, Плавин Константинов, у нас в одном из тайм-аутов попал вообще в топ-тренеров. В России. Я вам не подружка, да? Мы будем вспоминать этот эпизод. Ну, и мы сегодня общались с Александром Ткачевым. Вот она, этот эпизод «Казание сетки». Опять же, что там мяч попал в сетку или? Наверное, думаю, смотрели касание сетки игроком. Да-да-да, но попал-то от блока соперника мяч в сетку. Это не нарушение правила? Нет, это не нарушение. Наверное, думали, что касание было игроком «Казание сетки». А не кажется тебе, что здесь касание сетки в большей степени Константинов? Константинов обращал внимания не на руки, а на ноги соперника. Запрос команды «Локомотив» не был удовлетворен. У нее осталось право на один запрос видеопросмотра в этой партии. Видимо, они смотрели не то. Подача. Судя по жесту, опять же, отмечаем мы Николая Книжникова. Будет у гостей. И здесь вот он. Вот он, пожалуйста, тот, который сегодня расстреливает. Расстреливал. Вот так уже будем говорить. Расстреливал по ходу первого сета. Защитный порядок «Локомотива». Это Бартыш Бэтнерш. Знакомьтесь с этим полякам. У него много внимания обращает сейчас пресса. Говорят о том, что зачем приобрели. Первый матч плохо сыграл. Но он сегодня обратное показывает, доказывает болельщикам «Казанского зенита». Я могу. Буркаев ошибается, к сожалению, опять на подачу силовую. У него сегодня прослеживаются. Хотя я знаю, что у него есть в арседале еще и неплохой планер. Да. Есть и очень сильный планер. Но Ильяс решил попробовать также подавать силовую. Это решение принимает сам волейболист? Или все-таки есть наставник, он решает. Слушай, ты сегодня будешь именно вот так действовать, и никак иначе. Ну, мне кажется, что все-таки большая инициатива должна, сказать, от игрока. То есть, а уже и наставник должен тебя либо остановить, когда ты много ошибаешься. Либо как-то подсказать переключить. 6-6. Опять же, под копирочку проходит у нас вторая партия. В середине вот этого, в начале, да, первых 10 очков. Локомотив вроде бы уходит чуть-чуть вперед. Ну, а далее «Казань» догоняет. Сейчас 7-6 в пользу хозяев площадки. Возвращается локомотив в эту игру. Показывает нам Будьков. Улыбался связующий, который выступал за локомотив в не один сезон и является чемпионом в составе локомотива в Лиге Чемпионов. В этом сезоне локомотив будет в Лиге Чемпионов тоже выступать. Ну, а это уже эйс от Константина Абаева. По дальнюю линию. Ну, у Кости очень своеобразная неприятная подача, которую он с успехом пользуется. А чем она неприятна в связи с тем же, опять же, спрашиваю, потому что Алексей Вербов буквально вот когда вы, команда, играли между собой в Кубке России, здесь же в Новосибирске, отмечал в одном из таймаутов. Имейте в виду, что у Луборича, у Абаева сумасшедшая подача. Ну, потому что, во-первых, у него очень интересная траектория подачи. Непредсказуемая, да? Непредсказуемая. Плюс у него очень большой арсенал. То есть он также может подать и пламеры, и силовую. Ну, и в ряде моментов, опять же, он меняет первую, там, допустим, зону на шестую. Было такое. Да. Не уложил сейчас Константин Абаев площадку. Сам поднимает руку, извиняется перед партнерами. 9-7. Локомотив впереди на два очка. И там, судя по всему, сейчас Будько пошел подавать. Очень похоже было на его поступательные действия. Да, действительно, он на подаче. Связующий, уже не локомотива, да? Связующий «Зенита». Маркович смягчили двойным блоком соперники. Этот мяч и неудачно здесь в приеме работает Абаев. Открули, принять хотел? Нет, это было защитное действие. То есть локами принимал в большей степени, да? Ну, мяч летел очень высоко в грудь. И я думаю, что Константин не успел среагировать. То есть выбрать либо сверху, поднимать защиту, сыграть, либо снизу. Бывают такие эпизоды, вот Мартанюк, может быть, сейчас об этом размышляет, когда лидеры принимают грудью мяч. Бывают и такие эпизоды. И бывает, что они очень украшают матчи. О, какой первый темп сейчас поднимает Бытько. Сложный был эпизод. И это же был Глубуревич. Как он сейчас элегантно играет в данном эпизоде. Скажем так, это скорее он, наверное, взял у Сережица Савина. У Савина. Но вполне возможно, пока мы отмечаем, что у нас на подаче появляется другой серп. Марко Ивович. Неплохие у него были подачи в начале этого второго сета. И сейчас первый темп. Локомотив закрывает. Наконец-то у нас вступает в игру Дмитрий Щербинин. Судя по всему, его блог был в этом эпизоде. Поймал золу игрока. Опять же, возвращаясь у нас на трансляциях, очень классно режиссеры и операторы ловят, звукорежиссеры ловят речи тренеров и отмечают, да, как плюс нашей трансляции. И часто я слышал, что по поводу Щербинина лучше его не пробивать, это очень сложно. Тренер, я вот так буду выражаться. Чем хорош-то? Ну, во-первых, Дима очень опытный игрок. И играя против него, то есть он ждет до последнего. Не прыгает? Не прыгает, он ждет. И в последний момент он пытается поймать тебя. Гапет, хорошая подача получилась. Мартынюк в приеме там был. Далее передача пошла уже в нападение. И здесь велико отведенный мяч-то был от сетки. Но и хорош получается опять Бартыш. Нашел дырочку в тройном блоке. Нашел лазеечку, да. Смотрим, мы еще раз не успели здесь сомкнуться. В частности, Савин, по-моему, да, там был. Нет, все-таки между Щербинином и Лобуричем мяч пролетел. Савин-то успевал, уже подталкивал даже по большей степени. Сейчас Щербинина двигается. Дима, нам здесь нужен плотный блок. Там опять же хорошая подача. И Сергей Савин забивает. Два мяча преимущество Локомотива. По крайней мере, в втором свете видим мы, что Локомотив не потушуется перед соперником. Прихватили здесь. Как говорится, два мяча и не отдаем. Важные моменты середины. Второй партии не отпустит соперника. Все-таки эмоционально здесь давляет, да, то, что соперник весьма так легко на подачах забрал первый сет. Ну да, Зенит славится своей сильной подачей. Ох, какой мяч едва там Абаев не потянул. В прошлом сезоне, позапрошлом сезоне Зенита, да и, в принципе, последние, наверное, лет там 8, многие называют командой силового волейбола. Силовой стиль именно пропагандирует команда. В этом сезоне вполне возможно с приходом Барташа чуть-чуть стилистика команды поменяется? Я не думаю, потому что по своей сути российский волейбол является более силовым волейболом. То есть мы говорим о Локомотиве и все-таки поразумеваем, что здесь тоже силовой вид волейбол. Высокие прыжки, силовые атаки и так далее. Да, и то, чтобы было понятно нашему телезрителю, что такое силовый волейбол, да? То есть больше именно сильной атаки. У нас сегодня просто аудитория более широкая, чтобы понимали, да, сегодня нас смотрят ряд телеканалов, где мы вещаем и Локот ТВ здесь, и Стар ТВ, и я знаю, что ОТС сегодня показывает тоже. И Мач ТВ сегодня приехали, и коллеги наши тоже снимают трансляцию, показывают и так далее. Ну а все-таки мы вам рекомендуем оставаться вместе с нами. У нас здесь эксклюзивный все-таки есть эксперт, который уже завтра вполне возможно, надеюсь, на площадку выйдет в составе Локомотива, но когда травмы сожидят. Очень этого жду. Пожелаем мы Александру Ткачеву, ну а сейчас диагональный Зенита Максим Михайлов не укладывается. В частности, не сумел преодолеть барьер введен на сетке в новом центре волейбола в Новосибирске. Савин с места подается. Тут любопытная подача получается. Ряд добиваний, поднимают мяч гостей. Опять же Локомотив здорово играет. Свободный мяч, да, получится? Доигрывается, как говорится, но блок Локомотива это не сыграл. О чем могут сейчас поспорить? Я думаю, спорят на том, что Александр Будько ставил блок, а Марка Ивович играл, ну, как-то спасовал. И это, возможно, побешал, да, то есть об этом решит. Блокирование передачи. То есть настаивает сейчас Савин на том, что Будько трогал мяч на чужой половине площадки. Это процедура видеопросмотра Ивовича. За сеткой, да? Ну, посмотрим. И повтор все-таки настоял здесь Пламен Константинов. Своим авторитетом определенным пришел еще и Савин там. С Книжниковым немножко так на повышенных тонах будем говорить, да? Ну, показывает нам. Но тем более, напомним, сегодня уже неоднократно брал Пламен Константинов челленджи, эти челленджи, да? То есть челленджи и повторы. И там все было мимо и мимо. Ну, скорее всего, сейчас Пламен был и прав, потому что все-таки Марка играл на своей площадке, на своей половине. И Александр Кульков вполне мог зацепить мяч. Это считается блокированием передачи. Середина у нас второго сета. Напомним еще раз, в первом сете казанцы были сильнее. Зенит из Казани. 25-18. И это все произошло именно в середине вот именно второй партии. И на податчик они оторвались. Довольно здорово. Податчик шла именно вот у этого парня. Обращают внимание наши режиссеры на него. Это был Паптыш Бэтнерш, который, кстати, и переехал в Зенит, но при этом переговоры с Зенитом вел еще, начиная с февраля прошлого года. Много там было любопытных эпизодов. Мода не даже, запретили ему общаться с прессой, потому что он общался с Локомотивом, то есть с Зенитом, да, с российской командой, вот так буду выражаться. И поэтому приехали, я знаю, что польские журналисты пообщаться с Паптышем, а им не дали пообщаться. Зенита решение, что мяч отдаётся команде Зенит-Казань. Запрос команды Локомотив не был удовлетворен. Смотрим еще. Сейчас Александр поможет там разобраться в этом эпизоде. Но похоже, что все-таки, да, действительно, быть кожей играл на чужой половине. Ну, не видно было касание. Да, касание-то не видно, но посмотрим мы по направлению, по углу, опять же, направление рук. Если посмотреть, руки-то уходят, локус-то она получается за сеткой. Насколько там будет уже? Ну, локус-то могут быть за сетки, но если не было касания, то он не играл бы в мяч. А, вот и вот все, понятно, да. Не было бы, да. Может быть, он не касался мяча. Я понял, да, я услышал тебя. 15-13. Локомотив тот же первым темпом возвращает и снимает польского доигровщика с подачи. Партер же Беттерш и Воропаев. Опять же на подачу. Илья Сокуркаева на площадку выходит игрок номер 5, Александр Воропаев. Ну, был у него, было, получается, одно брейковое очко в концовочке первой партии. Да, можно было с тобой вспомнить. Это же было. А потом была неудачная подача у Воропаева. Что сейчас? Посмотрим. Подачи очень нужны сейчас Локомотиву. Гопет в приеме. Будьков передачу делает на, опять же, Гопета. И там не было касания, кстати, по всему, блока. Или было? Сюда показывает, что было касание блока. Было. Вот так все-таки было. Я обратил внимание больше степени уже на приветствие Локомотива. Замена в команде Зенит-Казань. Вместо игрока под номером 4 Артема Вольвича на площадку выходит игрок номер 3 Андрей Сурмачевский. Радостное обнимание, но это в большинстве не было, потому что не забили, мы продолжаем играть, да? Игрок номер 20 опять тяжеленная у него железобетонная подача. Есть шанс на брейковое очко у гостей. Здорово играет Савин и Марко Нилович по блоку отыгрался. Будько там претензии предъявляет партнеров по команде. Но как же так? Почему не кроете дальнюю линию? Игрок под номером 3 Андрей Сурмачевского на площадку вернулся игрок номер 4 Артем Вольвич. Согласись, вот я тебя сейчас перебью, извини, Андрей Сурмачевского сравниваю сейчас с Воропаевым. Тяжелая роль выходить именно только на подачу. Ну, скажем так, да. То есть есть нюансы, но все же когда ты выходишь на замену, ты всегда хочешь помочь команде. Это первое, что лежит в голове. И ведь нужно быть заряженным, нельзя ошибаться. Ты выходишь на подачу, от тебя ждут именно эта подача. Только вот эти действия после этого тебя меняют. А тебе хочется еще их поиграть. Тоже есть. А я не случайно сейчас у тебя это спрашиваю, потому что Воропаев выходил в одном из эпизодов, да, вот так, в одном из сегментов матча на Кубок России. Может быть, ты помнишь, не помню с кем, опять же, Локомотив. По-моему, играл с Газпромом и Югра. И там ему дали чуть дольше поиграть и у него подачи-то пошли уже после, когда он провел на площадке минутом 10-15. Он разыгрался. Да, потому что также входит вкатывание в игру. Ты чувствуешь, ну, когда выходишь только помочь, есть, ну, не сказать, что мандраж, а есть такое, ты не должен ошибиться, ты должен помочь команде. И когда ты начинаешь играть, ты уже на это не обращаешь внимание. Ты просто выходишь и делаешь, что ты умеешь. Процедура видеопросмотра берет повтора в данном эпизоде уже Владимир Олегович. Тренер сборной России, олимпийский чемпион стати 2012 года. Здесь ряд уже есть олимпийских чемпионов на площадке и тот же самый Будько можно вспомнить. Тогда еще игрок Локомотива, кстати. Между прочим. Ну, из-подня, приятная тенденция, о чем мне сегодня я не хотел говорить, но все-таки придется это вспомнить. Локомотив, напомню, 6 лет подряд не может обыграть Казань. Это и в гостях, это и на родной площадке, и ряд тяжелых матчей, голых пятицветовых поединков. И вот не клеится, не клеится и не клеится. И я тоже болельщиков, я не знаю, там готовы к шаманам буквально обращаться. А здесь в связи с чем повтор-то касание видимо в ноги еще вполне возможно было что-то можно было посмотреть. Скорее всего, да. Касание ноги. Ну и мяч таков в площадке одновременно. видеопросмотра принято решение, что мяч отдается команде Локомотив. Ну да, все, разобрались мы, да. То есть чисто на кисть здесь не было, мяч еще коснулся площадки. И я справа на один запрос видеопросмотра в этой партии. Идет просмотр. 17-15 Локомотив подает Марко Илович и Будько играет через Полякам, через Барташа и Барташ в данном эпизоде ошибается. Или был блок все-таки нам сейчас музыкальный застав подсказал, что это был монстр блок, но мы смотрим на повторе и мне показалось, что все-таки Голл трос. Голл трос в большей степени, хотя опять же Длитрий Щербинин там уже был рядышком. Взлетел над сеткой и первый темп удается весьма неплохо. Здесь выпрыгивает Алексей Кононов и завершает эту позитивную атаку. 18-16, но так или иначе все-таки Локомотив у нас по ходу второго сета. Видим мы борьбу сопернику навязал. Впереди на два балла. Это весьма неплохо и на подаче отмечаем мы французского уже доигровщика Эрвина Гапета. Человек настроения по большому счету. Как говорится, если рэп начал читать, то первый трек пошел, второй будет складываться. Напомню, что Эрвин Гапет записал, по-моему, три уже альбома в стиле рэп. Да. Александр, вы, по-моему, любитель рэпа или я ошибаюсь сейчас? Нет, я слушаю много разной музыки, но именно что рэп как-то не всегда. Не слушали треки Гапета? Нет. Я думаю, что, может быть, полезно будет послушать понятие все-таки тонкую французскую натуру. Это Эйс от Ищербинина. 20-16 разворачивает у нас игра получает в противоположную сторону в концовочке второго сета и берется тайм-аут Ламир Олег и мы сегодня еще не слышали его. Первый тайм-аут получает в основнике Зенита. Сейчас, подачи сыграли, мы там что-то укорачиваем. Еще раз говорю, за стык, за эти стык его не могут проходить. Он может забивать в линию всю игру, что один, что второй. В стык, обложу, не могут проходить. Окей? Это нужно сделать. А в линию пускай бьют. Давай, мальчишка, давай это сделаем. парни, сейчас, сейчас, сейчас. Да, любопытно, здесь в большей степени, опять же, он, это кто, он, на кого обращает внимание сейчас Олег, что они могут по линии играть. Кто они? Какие-то личные, опять же, или все подряд? Мне кажется, больше было адресовано к ранним игрокам, то есть это и Марка, и Сергей Савин, и Дражен Любович. И именно чтобы не забивали стык блока, чтобы блок был собран и сомкнутый. Ну, то есть по линии пускай бьют, да? Да, там есть варианты поднятия Либера и защитникам первой зоны. Но при этом только что именно по линии свой Аэстер отправила до этой подачи и Щербинин, а сейчас у нас Марка Илович, 21-16. Очень важный мяч получается для Локомотива брейковый. Давайте отметим, Локомотив не буду говорить, что близок, потому что всякое бывает в волейболе, но сейчас видно, что команда в конце очки второго сета весьма настроена, находит свою игру. И прием весьма неплохо пошел, но и подача настраивается. Напомню, в прошлом встрече против Енисея из Красноярска у Локомотива было 10 лейсов, по-моему. Если не больше. Здесь статистика, опять же, у меня где-то под рукой, сейчас можно посмотреть, но там, опять же, можно вспомнить, что именно на подачах Локомотива очень здорово выглядел. Замена у Зенита и появляется вот он, тот самый парень 17-летний, самый молодой получается сегодня в составе обоих коллективов. Это Михаил Лобинский и именно этот игрок к помнению Олега смог команду выручить в мате против Факела. Хорошая у него подача, давайте отметим. И хорош блок сейчас у Зенита. Это Волич, судя по всему, был. Хороший групповой блок. Ставился встречу против Факела? Да. Что скажешь по поводу Лобинского? Хороший парень. Ну, парень хорош, только на подачах или хороший? Вообще и в приеме, и в атаке. Очень грамотно действовал. Вот сейчас сглазил ты его. Ошибся. Ошибка на Лобинского и Михаила меняют. Открытие получается в этом чемпионате. Два матча довольно серьезных против таких серьезных соперников именитых. Я имею в виду против Факела, против Локомотива и Олег ему доверяет в концовку. Лобурич в приеме и первый темп проходит. У Вольвича проснулся он, судя по всему, в концовке уже второй партии. И вот они его эмоции. Подзавелся на самом деле. Но это ему крайне необходимо, судя по всему. В ряде матчей я отвечал уже неоднократно, что когда эмоции у него в глазах вот они горят, когда он рвет и мячет, тогда у него получается волейбол. Михайлов на подаче. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какая неудачная передача получается. Здесь в большей степени виноват дающий или все-таки тот, кто завершает оттанк? Сложно судить, потому что неоднозначный момент. Либо Константин не придержал и ждал долго Ильяса. Но не получается первый тренд. Не состыковались, скажем так. То есть это нормально, это бывает. Это бывает и после этого, как говорится, голову не посыпают, да? Тайм-аут команды Локомотив. Берет тайм-аут Локомотив. Давайте послушаем иностранника Локомотива. Ваши важнее сейчас свое шумяк. Тайм-аут Division они без связки вот эта последняя речь это о чем значит что это обозначает то есть у них что-то не получается на связке у зенит перевести на русский язык вышел александр волков усилить блок вместо александр будьков прямой текстовой сейчас вас связующего вот это подсказка была последняя все понятно и михайлов на подачи здесь главное конечно разумеется принять а далее и бобед не справляется с напором сергея савина хорош сейчас был любопытные все-таки были изменения в составе у владимира олегна по ходу вот этого межсезонья два 35 лет 35 летних волейболисты пополнили команду это в частности вот александр волков который сейчас на площадке только что был там же еще есть смолер да который тоже появился насколько это вот необходимо команде опытных столько волейболистов у локомотива обратная получается настроение это идет на омоложение у локомотива да есть тенденция на молодить команду подтянуть более и опять тайм-аут вперед пламен константинов перед подачей поляка давай отметим сейчас потихонечку дыхание у него сбилось иди подай а он подает весьма неплохо да но походя в приеме опять же локомотив здорово играет и мяч сейчас опускается до площадку мартынюк раздосадован можно его понять чуть-чуть провалился он получается на площадке просто не успел выбрал немножко не то место здесь в локте получается у гостей и динга пета который здорово играет мимо мяч и повтор по запросу команды зенит газан состоится судейская процедура видео просмотра игрового тонкий эпизода вы отметим 23 23 это уже будет там на качелях от локомотива вторую партию проигрывать совсем будет не кстати с 0 2 спасаться очень тяжело будет против зенита но при этом мы смотрим мы на выразительный взгляд владимира олегна который поглядывает так и на того и по итогу процедуры видео просмотра принято решение что мяч получается у локомотива не был удовлетворен второй партии нет больше просмотров у олег на его команды и при этом на подаче будет локомотив потребует эйс от куркаева болельщики локомотива но и наблюдаем мы ох здесь хорош блок локомотива успевает выскочить гопет и опять блок локомотива но мяч у нас где мяч в школе площадки 25 22 победа локомотива второй партии 1 1 получается по ходу этой встречи и локомотив возвращается в эту борьбу уважаемые болельщики в соответствии с рекомендациями рассмотрим еще раз повтор и вот здесь до 1-1 все самое любопытное впереди будьте вместе с нами вернемся уже очень скоро мries м м м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok 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 По ходу первого сета у Беднерша было порядка четырех подряд, да, Эссен? Да, примерно. Если не больше. Да-да-да, сложно было с ним справиться. Ну, сейчас, вот, пожалуйста, пламя Константинова нам показывает. Глуподопечные нашли противоядие против Беднерша. И уже Илья Скуркаев на подаче. Гопеет. И двойной блок локомотива вроде бы и закрывать, но готов уже, да? Ну, смотрим и улыбается. Сведущий, связующий, бездорожников Константин Апаев. От его рук, судя по всему, не что ушел. Посмотрим и по-моему, и сейчас... Ну, сложный эпизод, не понять, нет, как он... Ну, ушел от Кости. От Кости, да? Да. Ивович! Спасаются казанцы. Тяжелый эпизод для «Зенита» Луборич. Здесь уже без шанса для Луборича. Оказался он на месте почти степени, наверное, Либера в данном эпизоде. Ну да, обычно это место занимают центральные блокирующие после подачи. Потому что они меняют степени. Тяжело ему там было. Резко мяч нырнул вниз. Смотрим мы еще раз. Опять же, хороший, высоченный прыжок. Айдитан достань. Абаев у него был сегодня эйс. По ходу второй партии помним мы об этом. Хорош сейчас был блок локомотива. Чуть-чуть не повезло. Нет, это очень хороший Эрвин. Отыгрался от блока. Очень технично. Выкрутил мяч, да? Да. Техничный волейболист. И однократно уже отмечали все, что в плане перемещения площадки, да, у Лангапета и в плане техники, то немного здесь соперников есть в волейболе российском. Ну да, он очень техничный. Но соперников-то есть много, особенно подрастающих. Это понятно. Локомотив растет, молодежная команда. Сейчас, кстати, я знаю, что ребята до 2021 года улетели поиграть на чемпионат. Да, и с нами, с ними полетел один из игроков основного состава. Да, не видим мы сегодня Казаченкова. Отсутствует он в составе, но там кроме Казаченкова полетел еще и Роман. Диагональный команды. Мурашка. Мурашка, да, да, да. Вот Роман Мурашка. Он полетел тоже, который вполне возможно очень скоро тоже будет здесь подпирать, как говорится, Лобурича года через полтора-два. И все возможно, если они будут так же прогрессировать. В прошлом сезоне Мурашка я запомнил по матчам, опять же, Локомотива 1 и Локомотива 2. На Кубке это тогда было, да. И тогда, кстати, Мурашка здорово сыграл против Белогории на Кубке. Опять же, у него там было что-то там за 20 очков. Ну да, ребята из Белогория не знали, как заблокировать и остановить его. Локомотив в игре. Локомотив сейчас неплохо действует. 8-8. Да, понимаем, что счет идет на равных, но это равные соперники. Поэтому здесь вот каждая деталь будет очень ценная, да. Она будет очень важна в этой встрече. Здесь главное не ошибаться. Разумеется, где-то, может быть, не стоит рисковать. В ряде эпизодов на балл будет риск оправдан. Мы вот так вот сегодня такой вывод делаем неоднозначный. Пойди разберись, да, скажет болельщик, что они сейчас говорят. Но здесь такой волейбол. Волейбол это игра ошибок. Тяжелая подача была Унгопета. И продолжение брейковой очков. Пытались зацепить, по крайней мере, волейболисты. И с Казани не получается. Блокомотива здорово играет. Возвращаясь на площадку Илья Скуркаев. Такое чувство было по ходу прошлого сезона, что у Илья Скуркаева какая-то определенная есть своя химия с тренером Каманом Станином Константиновым. В наряде эпизодов он так весьма рьяно реагирует. Это может быть, скажем, тренер успокоен, подойти. Это какая-то вот такая, в большей степени мне, просто такая деталь, или все-таки это что-то там... Не личное. Не сказал бы. Не любимчик он Камана Константинова? Нет. Я так могу выражаться. Нет. Пламена нету. И никогда не было любимчиком. Ну, все понятно, разобрались. 10-9. Локомотив впереди. Ну, значит, это у Илья Скуркаева. Есть какие-то определенные задатки, может быть, лидера команды? Вполне возможно. Щербинем на подаче. 10-9. Напомню еще раз, середина у нас третьей партии. И продолжается противостояние за Суперкубок России здесь в Новосибирске. Смягчает блок Локомотива эту атаку гостей. И можно здесь было делать четвертое касание в связи с тем, что... Здесь было у нас, получается, двоечку показал, да, там арбитера? Двойное касание, судя по всему, было? Да. В данном случае, почему четвертое касание можно было делать? Потому что Локомотив, там, мяч, смягчал на блоке, это было на отсетке. Это не касается, да? Нет, просто от блока отскочила в Сергея, в грудь, и потом он сыграл еще и рукой. Это концовка, это концовка. Вот. Что про концовку говоришь? А я говорю, почему... Двойное касание он показал. Да-да-да, я говорю, почему четвертое касание именно всего было в этом розыгрыше. Потому что сначала блок с этого Локомотива, да, это не считается, что он уже был на отсетке. Вот я об этом, то есть поэтому Галле было еще три касания. Здесь здорово, здесь не подкопаешься. И Лубурич на подаче. Высоко мяч подрасывает серп, под дальнюю линию атакует. Михайлов на подаче на всем Михайлов. Касается мяч троса. И здесь Лубурич. Двойной блок соперника его поджидал. Девенадцать одиннадцать. Гости у нас выходят вперед. Смотрим мы еще раз за концовочкой этой эпизода. Хороший высокий прыжок. Лубурич получается. Атакует он. Видно, но вот соперника его здесь прикрывает. Опять то же самое под копирку получается. Касание сетки, да. Опять же там Бортонюк в приеме. И опять же в гости снимаются. И сейчас уже поляка зачеклили. В данном эпизоде тройной блок Локомотива. Ну ты, к примеру, на этой же стадии борьбы в втором сете. Вы с тобой отмечали, что Локомотива блока не хватает. Да помнишь, мы об этом говорили? Ну все, блок включился. Блок включился, да. И Локомотив забрал вторую партию. Вполне возможно сейчас то же самое. Мы можем увидеть. По крайней мере, хотелось бы нам, болельщикам Новосибирского Локомотива. Разумеется, здесь две родные команды играют. Российские, так будем выражаться, да. Но мы все-таки представители Новосибирска. Поэтому где-то в ряде эпизодов уж извините болель за Новосибирск. Арбитр у нас свисток. Красноречиво дает, в связи с чем опять же. Пошел там Будько пообщаться. Капитаны пришли. Все, пожалуйста, на скалейце. На площадку на обиде. Как будто подгоняет в данном эпизоде. И Николай Книжников, ребята, давайте-ка. На площадке зайдите, играем дальше. Мне так показалось. Я вижу плохо было, ведь не слышно нам судью. Поэтому могу я ошибаться здесь. И опять Выборич. Сейчас еще было сложнее у него ситуация. Да, до этого был двойной, в двойной сопернике висел. Сейчас на тройной блоке он все-таки сумел его объехать. Да, открыли линию. Спеша линии получается, да? Ну, на тройноблоке линия должна быть закрыта. Да нет, даже это было выше. Выше, да, выше Нгапета. Хотя Нгапета у него хорошая прыгучесть тоже. Отмечаем мы об этом. Мало того, что у него высокий, ну, судя, типический потенциал, да, у игрока. Он лучше здорово прыгает. Вот волейбол здесь все здорово прыгают. И касания блоков у локомотива в данном эпизоде не было. На качелях пошла у нас игра в третьей партии. 14-13, уже локомотив выходит вперед. Ну, и ротация у команд, она сейчас весьма неширокая. Да, давай, отмечать. Замен мы практически не видим. Сильнейшие на площадке. Ну, два клуба сильнейшие. Значит, концерт. Ну, да, разумеется, Нгапет и... Было там касание сетки или все-таки мяч просто ушел и все. Из-за этого смыслом рождался, не могу я понять. Так или иначе, в любом из этих эпизодов, в любом исходе, да, там... Да, было касание сетки, было касание в обаевой сетки. Поэтому то еще завершение полета мяча. Сместок арбитра мы услышали. И вольвич до подачи. Много лет по выступавшей в составе новосибирского локомотива. Воспитанников сегодня предостаточно и там, и здесь. Я имею в виду железнодорожников. Те, кто поварился здесь, в Новосибирске, в этой команде. Тяжелый был розыгрыш. Долгоиграющий нельзя было. Не ошибаться, разумеется. Такие розыгрыши, они будут очень ценны в концовочке. Будем считать по зернышкам вот эти очки. И опять по линии играет, опять там Гапен. Не справляется у Слоборича, судя по всему. Видимо, дрожан нашел ключик. Был сегодня ключик у Константина Абаева на подачах против «Зенита». Смотрим мы еще одну из них. Весьма она острой получается. И здорово здесь, так красиво, размашисто. Нгопед завершает эту атаку. Но пока вот мы не видим его французского настроения. Все-таки он где-то так больше в себе находится. Ну, видимо, он был сконцентрированный на игре команды. Спрашивали у Владимира Олега, что нгопед человек в настроении. Да, с ним в СМА сложно где-то там найти взаимопонимание зачастую. Но и Олег на сказал, что ничего страшного. Это касается, кстати, и Барта Шенна Беднержа. У него тоже, говорят, под... То есть настроение такое, не подарок, да? Ну, я не знаю, не общался. Олег на сказал, что это вполне свойственно профессионалам и хорошим игрокам. Ну, не могу не согласиться. Каждый человек разный. Психика, поведение. Град ошибок у нас сейчас на площадке. То одни ошибаются на подаче, то другие. 16-16. Ошибся многоопытный именно Путьков в данном моменте. Ну, и Марка Илович. В прошлом сезоне Марка Илович, протирая свои белые кроссовки, раз за разом выходил победителем на своей подаче. Они у него зачастую вот такие силовые. Весьма неприятные для соперников. Пятую зону подает, но здорово играли сейчас прежде всего казанцы. Ну, а под этим выходят волейболисты-локомотивы. Они закрывают. Соберняка. Да, была неудобная передача. И мне некуда было деваться. Первый минут. Ну, там здорово, опять же, вот как был Сергей Савин. Да, он заранее линию прочищал свою. Не дал мячу пройти. И Марка Илович остается на подаче. 17-16. Теперь уже в первую зону, да, обратил внимание. Илович еще есть в приеме здесь. И Сави. Блин, какой мяч забивает Сергей Сави. Это что за танец такой, как он называется? Александр, не знаете? Это профессиональные танцы Сергея. Понятно. Тайм-аут команды. Тайм-аут берет Олега. Давайте послушаем. Я эту статистику не возьму в руки после игры. Если ты ее боишься. И всегда хоть сыграем мы здесь. Там в поллиста, это в поллиста. Полит скажи, иди садись тогда. Ну, если перевести на русский литературный язык, да? Почти на трехметровый. Не сильно. Ну, как это будет. Ну, как это будет. Мне тоже показалось, что это именно ему адресовано было. Но Максим Михайлов многоопытный волейболист, да? Но здесь довольно жестко так, да? Он уже проехал Олег буквально катком по нему. Мол, ну, присаживайся тогда на скамеечку, просто не готов играть. Но тренер с невозможными способами пытается привести игроков. То есть чувствует сейчас, что локомотив готов отречи переломить и ломает в данном эпизоде. Михайлов отвечает своему тренеру. Пожалуйста, я еще готов играть. 18-17. На подаче, правда, будет казанца. То есть 17-18 получается упадет. У нас более верно произносится в волейболе. Что касается Константинова, там мы концовочку тоже зацепили. И тайм-аут мимо площадки. 19-17. Насколько важна в плане психологии третий сет и партия, да? Счет-то будет 2-1. Ну, всегда приятно иметь преимущество, да? Да, знать, что у тебя есть преимущество. Где-то можно рискнуть и ошибиться даже, вполне возможно. А нельзя уже будет ошибаться сопернику тогда, получается, в четвертом сете. Чельбинин на подаче. Прямо это в Либера получается гостей, но блок локомотива едва сейчас, да? Опять же не выкрутился. Опять технические действия, техничные действия получаются у Зенита. Смотрим мы сейчас повтор этого эпизода. Вот он, двойной блок, и видел здесь Барташ. Видел, что не успевает залететь в блок локомотива и успел здорово сыграть. Но многоопытный Александр Волковский подачек. Ошибается. 35-летний центральный блокирующий. Тоже вроде бы олимпийский чемпионат, если я правильно вспоминаю. Сейчас сбор до 2012 года. Тут сложно ошибиться. Будь кто там точно был, и там был, разумеется, и Александр Волков. Лубурича, разумеется, там не было. Это серп, он на подаче сейчас был. Ну и здесь Поляк, Барташ, Бернеш, тяжелый мяч забивает. Чуть похоже было, что ему пришлось сейчас за мячом тянуться. Смотрим мы на... Опять же, да нет. Мне кажется, получился стык. То есть Ильяс очень сильно перенес руки. Костя в этот момент не успел перенести. И получился стык. Такой неоднозначный. Нет, это неудачное действие. Не лучшим образом действовал сейчас диагональные локомотивы. Дражан Волборич, разумеется, не его, это почина, да, по большому счету мячи вот таким образом снизу перебрасывать. Хотел сделать удобную передачу. Берет тайм-аут Планин Константинов. 20-20 отвечает. Сейчас он будет отвечать уже Владимир Олегов. Все нормально. Следующий мяк. Если есть минус, просто дадим качество нападающих, чтобы мы могли нападать. Там первая опция, ребята, четвертая зона. Там есть будко. Если хороший мяк, будко. Играем смело. Вот такой тайм-аут. Вот такие наставления у нас получаются от Планина Константинов. Александр Ткачев готов сейчас прокомментировать, судя по всему. Там Будько был в конце, разумеется. То есть играть в Будько, да? В него играть. В него зону. Не, играть по блокирующему, потому что Александр Будько, хоть и хороший блокирующий, но... Но он связывающий, не забываем. Нет, но он ниже. И блок у него ниже, чем у Артема Будько. И удобнее играть по нему. Ну, понятно, да, это понятно. То есть детали пошли, тонкости, да. Здесь концовочка у нас начинается третьего сета. Напомню, 25-18 в первом сете в пользу «Зенита». Вот этих ребят. Ну и 25-22 в пользу «Красно-зеленых». Это «Локомотива». Третья партия у нас сейчас скоро будет заканчиваться. Илья Скуркаев чихлит соперника. 22-20. Смотрим мы еще раз повтор этого эпизода. И... Да, Барташ попал здесь. Да, Илья Скуркаев правильно подождал его. Чуть позже опять же выпрыгивал соперника. И сложно было уже этот блок объехать. Сергей Савин. Главное здесь не ошибаться, но не ошибся. Вроде бы, правда. Ну, Илья Скуркаев. Илья спрыгал с первым темпом. На опережение. Показывают нам сейчас «Зенит», что мяч был в площадке. Там Лубрищ в большей степени от мяча пытался увернуться. 22-22. Любопытная концовка. И... Тайм-аут команда. Тайм-аут. Локомотив. Больше подает 6-1. Больше подает 6-1. Не оставляйте убил. Да, не оставляйте свободный постпал. Больше подает 6-1. У нас здесь есть. Всем, ребята. И опять же подача. Опять же подача. И больше подает в зону 6-1. Обращал внимание на пламен Константинов. Обращая, опять же, взор своих подопечных на то, что сейчас будет в дальнейшем происходить. То есть углы площадки нужно прикрыть. Не, он обратил внимание, что основное у него направление самое сильное – это 6-я и 1-я зона. И также он сказал, что надо сняться с этой подачи. Ну, 6-1 это получается у нас, то есть пятерочка – это правый угол, так будем выражаться, да, если от подачи сейчас смотреть. То есть это центр, либо левый угол? Центр, левый, да. Ну, посмотрим сейчас мы. Барташ Беднерш стал злым роком Локомотива. В первом сете Родичев появился на площадке. И здесь, в центре площадки, да, подача действительно в шестую зону. И это эйс. Мартынёк не справляется с этой мощнейшей подачей польского доигровщика. Пришел здесь Илья Скуркаев. Подбодрить партнера по команде. И смотрим мы за концовочкой третьего сета, опять же, на подачи. И все туда же, да? И опять сложно было, и нужно мяч перебрасывать. Тяжелый эпизод, но есть еще блок у Локомотива. Ах, не сработали сейчас, к сожалению. 24-22. Это сет был для казанского «Зенита», но это еще не потеря встречи. И еще есть возможность у Локомотива спасти, разумеется. И всю встречу, и, может быть, даже и третий сет. Но нужно этого парня с подачи снять. У него подачи идут и идут. О, как сложно, да? Лубрич попал в площадку. Важный момент. Сложный момент. 23-24. Замена в команде Локомотив вместо игрока под номером 20 Илья Сокуркаева. На площадку выходит игрок номер 5 Александр Воропаеву. Сложный у него эпизод. Как говорится, не позавидуешь, да? Ну и тайм-аут этому и берет, да, Владимир Олегович? Давайте послушаем наставника «Зенита». Обратил внимание, что здесь уже 5-6, да, зона звучит. Если у пламена была 1-6, то здесь 5-6. И, следовательно, правая сторона в большей степени площадки. Да, туда больше всего подает Александр Воропаев. Что касается от троса, это, следовательно, то есть... Что от троса также мяч может упасть. Ну, то есть имейте в виду, что, может, цепанет трос, да. Ну, это понятно. Здесь уже тяжело, разумеется. Это на реакцию в большей степени, да? Ну, надо быть готовым, самое главное. И траектория полета мяча 24-23 в пользу «Зенита». Подача в шестую зону. Блок Локомотива не справляется с первым темпом гостей. И 25-23 в третий сет забирает казанский «Зенит» и ведет в партиях по партиям 2-1. Небольшой перерыв. Далее мы вернемся. Я думаю, что четвертый сет еще будет горячее, нежели третий. Поэтому скоро вернемся. Оставайтесь вместе с нами. Мы продолжим на протяжении всего матча. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжается Суперкубок России в Новосибирске. Совпал он со вторым, получается, уже туром чемпионата России по волейболу. Но здесь сегодня у нас не только три очка разыгрывается. Здесь у нас сегодня разыгрывается и красивый кубок. Мы его, я думаю, что чуть попозже увидим. Здесь у нас полетчицы тоже весьма хороши, красивые. Но и здесь же у нас есть полетчики Новосибирского локомотива. Напомню еще раз, 2500 зрителей на трибунах присутствуют в этом матче, по крайней мере. Вот они болеют, переживают, поддерживают свою команду. Пока что еще на ушах не стоит здесь центр волейбола. Но оно понятно, третью партию локомотив не уступил. Александр Хачев сегодня вместе со мной комментирует эту встречу. Получается, эксперт нашего телеканала сегодня и центроли-блокирующие локомотивы. Александр, ну что не получилось в третьей партии? Не получилась концовка. Также вышел партаж, пэт наш и выдал очень сильную подачу, очень сильную серию подач. Ну и этой подачи. Чем же эта подача так хороша, что мы не можем с ней справиться? Вот так буду выражаться. У него очень хорошая силовая подача, сильная, быстрая. И он хорошо кладет по стыкам. По стыкам ты имеешь в виду это? Между игроками. Понятно, зона конфликта, да, получается? То есть где-то там у нас Мартынюк рядом, допустим, ну пускай будет с Савиным, да? Да. То есть очень хорошо в зону конфликта кладет, быстрый мяч. То есть очень сложно сориентироваться, понять. А в данном случае кто кому должен подсказывать? Мартынюк Савину или Савин Мартынюк? Кто принимает? Ну тут должны договариваться. А там успеет договориться за пять лет? Заранее. Да, да, да. А, заранее. Заранее, конечно. Ну что, продолжаем наблюдать мы за этой встречей. Любопытное соперничество. Напомню еще раз. 12 матчей подряд. Казанский «Зенит» не знает слова поражения от «Локомотива» из Новосибирска. И разумеется, горят сегодня глаза и у запасных «Локомотива» победить эту грозную дружину Владимира Олегна и Марка Иович на подачу «Локомотива». Но и требует, сейчас буквально настаивает, да, на поддержке Константин Абаев. Нас нужно поддерживать, разумеется. Последний раз «Локомотив» побеждал «Зенит», когда вот этот парень, Будько нам показали, играл еще за команду «Локомотив». Сложно в это поверить. Было давно. Надо бы сняться с этой подачи, вот так буду выражаться. Это я имею в виду преимущество «Зенита», да, над «Локомотивом». Ну и подача Марка Иовича. В приеме здесь гости не сплоховали, но и блок «Локомотива» здорово играет. Тяжелый мяч, его «Вич» спасает. Савин. Сложно здесь было. И Михайлов из «Здорово» опять же смягчает уже блок «Локомотива». Опять Савин. И продолжается этот розыгрыш. Затянулся он. И тройной блок «Локомотива». И опять мяч в атаке. И Иович и Лубурич. И продолжается у нас борьба. И все-таки двойной блок «Локомотива» сжимает сейчас неуступчивого соперника. Что-то похоже из волейбола. Я не знаю, там чемпионат Франции. Там такие долгоиграющие розыгрыши проходят. Берем все лучшее. Нахватались. Я уже неоднократно об этом говорил. «Локомотив» у Шамона французского в прошлом сезоне. Играли же с командой, да, в кубке КВ? Да, очень такая серьезная команда в плане защиты. Да-да-да. Они зачастую не атакуют силовой, да. Они мяч просто перебрасывают. А вы нам забейте. Пойди забей. Это очень сложно. Бьешь, 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 а забить не можешь. Ошиблись. Хозяева площадки на своей подаче 1-1. Долгий розыгрыш это хорошо для локомотива. И тем более победа в этом розыгрыше. Это определенный такой психологический кирпичик, я бы сказал, да. То, что мы еще можем здесь повоевать. Но вот они эмоции французского диага... Доигровщик, а не диагональный, вот доигровщик в большей степени. Но он сейчас вел себя буквально как диагональный, так же и ярко. Это у меня ответ был. Француз начал свои эмоции показывать. По крайней мере, в четвертом сете. Савин. Хороший сейчас Сергей Савин. Капитан локомотива. Кстати, капитан локомотива в этом сезоне, потому что в сезоне был лице-капитаном, да. Там был Фабиан Джизга. Но при этом капитана локомотив выбирал голосованием, или все-таки это сказал Пламен Константинов. Как это все произошло? Выбрал Пламен. То есть, а вы не против игроки локомотива, да? Все цело поддерживаем. То есть, все нормально? Конечно. Здесь без... по-честному, да? Да нет. Все по-честному, без обмана, но и завершают эту атаку, к сожалению, для локомотива гостям. Удается им пока здорово принимать и доводить до атаки эти мячи. Смотрим мы повтор. Еще раз. Капец в приеме. И тут же первый темп. И, пожалуйста, Александр Волков. 35 лет. А борозды не портит. Вот так будем выражаться. Ну, хорош, разумеется. Многие, опять же, задавались этим вопросом. Почему «Зенит» не обновляется, да? Почему не идет в омоложение, да? Ведь рано или поздно эта эпоха, она закончится. Эпоха, да, прекрасная. Вольвича, Будько. Мы этих ребят помним и любим. Освоим, потому что они играли здесь, в Новосибирске. Мы знаем, что есть у Олега там в запасе и Федор Воронков. Повторялось в игре с факелом. Один раз это было, да. У Будько был такой момент. Совершенно верно. По-моему, где-то там в середине какой-то там третьей или четвертой партии. Не помню. Смягчили здесь весьма неплохо. И Лубурич. Хороший эпизод был для Локомотива в связи с тем, что я обратил внимание на Барташе Пэтмерша, как он был недоволен своими действиями в атаке. И сейчас тоже показывают нам поляка. Здесь очень хорошо сыграл Константин, он показал. Это в концовочке, да? А вот до этого эпизод был, когда Пэтмерш не забил, он атаковал. Смягчили волейболиста Локомотива, он досаде так, знаешь, бросил буквально хок справа. И мол, как же так, я сейчас не попал. Хорошая подача. И спаслись пока что. Пока что спаслись. И здесь, к сожалению, Мартынюк не успевает к этому мячу. Грамотная игра. Какой мощный момент получился и мощное завершение. Скорость полет на мяча, кстати, не засекали на подачу у волейболистов Локомотива? Засекали. У кого самое сильное получается? Ну, мы знаем, да, там, опять же, можно отметить нашего связующего Александра Варапаева. А кроме него, у кого еще серьезный такой? Ну, Сергей Савин. У Савина, да? Он сейчас ошибается, к сожалению, на этой подаче. Где-то в большей степени вел, опять же, Клуборичу, который завершил момент до этого. Он тоже очень сильный. Но у него больше тяжелая подача. То есть не сильно скоростная, но тяжелая. Вот у кого сегодня тяжелая подача, так вот, Бартышан Петдержа. Вот он, пожалуйста, доигровщик Мартынюк Абаев. Тяжелый мяч достает и спасает свою команду. Очень вовремя сейчас. Давайте мы это отметим. Расчехлил свою правую руку. Локомотив смотрим мы еще раз. Тяжелый момент. И Лоборич, как он там прошел между Будько и Вольвичем, да? Между Вольвичем и Мегапедом прошел. Мегапедом? Вот там, да? Да. Илья Стуркаев. Планер. И опять блок локомотива Щербинин. 8-5. Все это пока что у нас весьма позитивно. Это эмоции Мартыняка почему так завелся сейчас из-за Либера? Локомотива из-за неудачного приема в том эпизоде, который можно сказать. Да, Ромка очень эмоциональный. И иногда бывает эмоции его съедают. Это эмоции сейчас, которые он выплескивает на пламена Константинова. Они в большей степени, видимо, пойдут на пользу локомотиву. Потому что после этого при эмоции все ушли. Нужно играть спокойно уже. Я так понимаю. Мне кажется, пламенного сейчас пытаются успокоить, потому что... Он берет сейчас огонь на себя. Ошибся в Вольвич. И смотрите, какая любопытная замена. Лоран Олегна появляется на площадке. Сын, кстати, Владимира Олегна. Очень часто спрашивают у него по поводу выступления сына. Связующих, кстати, напомню. Но у нас как в России принято, да? Раз у тебя выступает сын на площадке, следовательно, где-то ты там договорился, да? С тем, что он будет выступать в команде, да? Мы сейчас ни о чем не говорим. Просто я мнение болельщиков высказываю, да? Но при этом Лоран говорил, что... То есть Владимир говорил, что Лоран – это диспатичный волейболист. Ему необходимо прибавлять, и он нам будет полезен. Ну, и Лоран тоже часто отмечал, что не нравится. Он даже просил убрать фамилию с майки. Да-да-да, я понимаю, что ему тяжело, да? И мы сейчас не подкусываем. Поймите нас правильно. Просто я обращаю внимание, что говорят болельщики, и что говорят профессионалы. Просто мы сейчас слушаем Ткачева, да? И мы слушаем меня. Одновременно. То есть тяжело ему, разумеется, под этим гнетом находиться. Тяжелый мяч сейчас был у Локомотива в приеме. Едва не подняли. 10-6. Ну, а почему была замена сделана тогда? Вот тоже порассуждать можно. Почему путь копы меняли на Олегникова? Что не устраивает наставника Казанского «Зенита»? Ну, Александр сделал несколько ошибок. Я думаю, он дал ему шанс немножко отдохнуть, посмотреть так же. Со стороны, да? Как Савину. Да, перевести дыхание. Вольвич на подаче был. Ивович был в приеме. Ивович идет завершать сейчас. И чувствуется, что Локомотив, ты знаешь, так приободрился. Буквально крылья выросли у игроков. У подопечных пламена Константинова. Ряд хороших, весьма уверенных, таких взвешенных, взрослых решений. В атаке мы видим, да? Из железобетонных отбиваний мяча до пола, до площадки. Не подкопаешься. Еще бы подачу здесь такую острую от Константина Абаева увидеть. Молодой связующий, 22-летний, кстати, не забываем об этом. Мяч едва там не опустился. Площадку чуть-чуть не хватило. Два связующих у нас на подаче. А сначала молодой, 22-летний, да, у Локомотива. Сейчас Лоран Олег, но ему 24 года, кстати. И тоже очень схожее движение получается. Реверанс такой, да? Обменялись сейчас ошибками. 12-7. Локомотив и пламен Константинов успокоил бушующий огонь в сердцах Мартуника. Навернулся к команде и постоянно наблюдает за происходящим на поле буквально от линии площадки. И мяч в площадке, мне так показалось сейчас, но повтор требует Марка Ивович. Мне показалось, что мяч был в площадке, вот честное слово. Мне показалось тоже, что очень близко было. Да, и отдали. Остается, да, мяч. Ну, очень хорошая сейчас была такая подача. Очень сильно закрутил мяч. И он летел-летел и моментально ушел на посадочку. Марка Ивович. И опять силовая. Гопет. И двойной блок локомотива сейчас Гопета не прикрыл. Не устал пристроиться Дмитрий. 13-8. Ну и сетку поправляет не сетку, а маску поправляет планет Константина. По поводу масок тоже любопытная деталь. Не могу я, честно, понять, почему у нас тренеры в масках. Такие игроки без масок выступают. Ведь тренеры же общаются с игроками. Они же постоянно с ними. Ну, тут уже... Здесь я понимаю, что в большей степени к федерации, да, волейбола России. Но не обращал не только не я. Не только я обращаю внимание на это. Обращают внимание многие, кстати. Правила федерации. Да, 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 разумеется. Просто непонятно, что тренер же постоянно здесь общается с игроками. Рано и репозда он ее снимает. Просто в матче с «Зенитом», опять же, «Петербургского» и «Факела» там уже и маски летели на пол. Чего-то ничего только не было. Гапет касается мяч-троса. И здесь мяч мог угодить в площадку. Поэтому пришлось мяч принимать. И Дражан Лобурич. Ума у него неприятная ошибка по ходу третьего сета. Не будем ее отнимать, да, когда он был там в приеме мяча. Но это не его. Вот чин, а вот в плане доигровок эпизодов он хорош. И по ходу третьего сета, и по ходу четвертой партии мы тоже и отмечаем. 14-9. По-прежнему преимущество в пять мячей. Сейчас Константинов делал такую подсказку весьма любопытную. И на что она была адресована? Мне кажется, это была блокирующая подсказка, как действовать. Там единичка была у него. Один палец, как будто первый темп будет играть гостей. Нет, он показывал, куда. А, понятно. Лобинский, Михаил Лобинский. Напомню еще раз, 17-летний парень, который вышел в первом матче против Факела. По мнению, опять же, Владимира Олеговна, команда Казанского «Зенита» очень бледно выглядела в том матче. И именно Лобинский эту встречу спас. Лоборич. Не было там касания блока. Нет, Алла. В этом эпизоде, судя по всему, хотел именно по пальцам сыграть. Мне кажется, очень круто уводил, не попал. Не попал в площадку. Ну, смотрим, да, опять же, замена получается. Владимир Олеговна сейчас сыграла. Да. Брейковый мяч один есть. И опять подача весьма такая неприятная. И здесь, опять же, удается мяч поднять. Олег так нечего успевает. Но здесь очень далеко отведенный мяч. Поэтому никто там и не выпрыгивал, по большому счету. И Лоборич просто уже расстреливает буквально. Максима Михайлова. Тому ничего не остается, как признать поражение в данном розыгрыше. 15-11. Пока весьма неплохо. Давай ответим. Если ты опять же согласишься с Михаила Лоборичского на площадке. Понятно, я понимаю. Это... Это свойственно игрокам. Продолжаем наблюдать мы за противостоянием. Новосибирского локомотива. И Лоборич на подаче у хозяев площадки не пошла. У него сейчас подача. Такое чувство, что слишком он рано пытался плечу пробить. Немножко не... Ну, не получился. Какой раз у него... Какой раз не получился, да. И мяч у него не лег на руку. Вот так. Прожатся тогда. На подаче Максим Михайлов. Многоопытный волейболист. Опять же там Мартынюк и Савин. Гапет вовремя оказался. И Олег нахотел перехитрить. Мартынюк там, как говорится, вовремя выдохнул на скамеечке запасных. Все свои эмоции выбросил. И спокойно, взвешенно вернулся в игру. 16-12. Локомотив. Не подпускает соперника. Ну, сегодня мы вспоминали с тобой воспитанников, да, которые поиграли в Локомотиве. Но кого еще можно вспомнить? Кто у нас сегодня еще на площадке нет? И с того, из тех, кто, в принципе, в Локомотиве раньше выступал. Так. Мы можем вспомнить много никого. Ну, если посмотреть на состав, кто сегодня есть, в частности, у гостей, опять же, здесь Денис Зимчонок. Выступал в свое время за Локомотив? Да, выступал, но я не застал, к сожалению. Это было, когда ты выезжал в Динамо ЛО поиграть? Да. Играл он тогда. Игрался ты против Питерского Зенита. Ты Фарбачевского сегодня мы вспоминали, да? Ну, знаете, из воспитанников. Много воспитанников играет в других командах, в Суперлигии. Ну, Локомотив такой хороший донор, да, российского волейбола. Конечно, здесь очень хорошая школа. Один из воспитанников, Илья Скуркаев, сейчас на подачу у Локомотива. Сегодня планеры выполняет, начиная буквально со второго сета. И Максим Михайлов сейчас безошибочно действует. 17-14. Вот, пожалуйста, вспомнили, да? Локомотив, и, пожалуйста, один из тех, кто поварился в школе волейбола. Локомотива Андрей Сурмачевский, у которого очень мощные подачи. И выходит он сейчас именно на направление подачи. Видимо, опять целовая. Но, правда, сложно выходить, да? На подачу. Нет, здесь тяжело было атаковать. И свободный мяч, переходящий. Все-таки Дгапет забивает. Там еще свои блокирующие мяча коснулись. Прежде всего. Но отмечаем, опять же, сработала замена Владимира Олега. Можно вспомнить его таймаут по ходу третьего сета, когда Локомотив был впереди. Когда он так хорошо поговорил по-русски. Да. И именно таймаут его сработал, да? Владушевил. Владушевил, завел многоопытных ветеранов, и они пошли в бой. 17-15. Сейчас Локомотиву необходимо сниматься с подачи Андрея Сурмачевского. А он остается по-прежнему на подаче и не собирается, судя по всему, ее покидать. Но его ведь здесь... Таймаут команды Локомотив. Не будет повтора, будет таймаут. Послушаем мы Хостантинова. И все, ребята, все, мне плюс два будет. Нормально. Вернем потом. Самое главное будет цель выйти из этой сети. Подбодрилов, будем так выражаться, Фламин Константинов, своих подопечных. Съемы, там у нас будет два мяча. Ну, понятно, да, его, то есть будет 18-16 тогда счет, и у нас будет подача Локомотива. Да, и также он сказал, что мы наверстаем свое, вернем. Вернем еще, да, но при этом я напомню, Андрей Сурмачевский с 2018 года, то есть получается, третий сезон проводит в составе Казанского Зенита. Суперкубок России уже выиграл в 2018 году, когда в прошлом сезоне, я напомню, Зенит Кубок-то России уступил. И проиграл Кемеровскому Кузбассу. В Кемерово все это дело было, и эйс от Сурмачевского 17-17. Три подряд брейковых очка. Успокаивает сейчас, судя по всему, этот жест там пламя Константинов подопечных своих, да? Ну да, чтобы не было негатива. Уходит игрок номер 18, Алексей Родичев. Родичев вместо Савина. Видели мы эту замену и по ходу первого сета, и по ходу третьего сета тоже. Алексей Родичев на площадку выходил. Но и нужно, разумеется, сниматься с этой задачи, что и вышел сейчас. Снять соперника с подачи. Алексей Родичев здесь на прием. Опять сложно. И далеко так отведенный мяч. Родич очень мощно атакует. Нунгопед спасает, но здесь переходящий мяч получается. Лобурич. Касание. Было касание, то есть, следовательно, все-таки снились. С четвертой попытки. Хорошая подача. Хорошая подача. Хорошая подача. И, судя по всему, по всем этим четырех партиям, но впервые удалось Шармачевскому так здорово зацепиться. До этого четыре подряд он не подавал, по крайней мере, мы этого не помним. Здесь Лобурич здорово играет по линии, но там еще и касание было. И Константин Абаев тоже способен, в принципе, удивить соперника. Михайлов и блок локомотива. Не ожидал даже Максим Михайлов, судя по всему, сейчас, как он рванул. И что после этого блока локомотива? Марко Ниович. Мне кажется, он не видел просто Марко. То есть, Михайлов не видел. Да, и не ожидал, что... Вперед тайм-аут уже Зенит. Внимание, первое зачет приема, не с нужной подачи. Прием. Окей, поехали, мальчишки, давай, давай, давай. Вот так коротко, лаконично. Центр, файп, вперед, слушайте. Центр, файп, вперед. Сможете повторить Михайлову назад, ими. Есть, помогай на файп. Обязательно и есть, и зону следим. Хорошо? Если Слана, следим. Зона, и зона, зона, стопки. Ну, там я услышал, и пайп, и зона следим. И Михайлов там тоже проникнул. Ну, это, так скажем, больше на блока акцентировано было, что, скорее всего, сейчас будет играть первый темп, может заказать зону, от зоны может сыграть 4 и задействовать пайп. Так, разобрались в этом эпизоде. Константин Абаев, опять же, на подачу у Локомотива. В приеме неплохо. Здесь уже Либер гостей справляется. Неплохо сыграли, вроде бы, Ингапета. Тройной блок Локомотива кроет. Но Михайлов здесь уже внизу мяч спасает. И коснулся мяч сейчас с троса. А было ли касание опять у Локомотива? По-моему, не было. Не было. А повтор, да. Возьмем повтор Владимир Олегов. Сейчас нужно цепляться за мячи Зениту. Сложный эпизод. Если будет 20-17, там уже, как говорится, сложнее будет гораздо, да? Нежели один мяч, да? Тут развал схождения, вот так буду выражаться, да? По автомобильному весьма серьезный получается. Но мы видели, что догнать может Зенит нападать. 20-17. Константин Абаев. Гапета сейчас вдвоем прикрыли. Здорово Мартынюк и Вович. Красивый прыжок. Насколько высоко Марка Иович прыгает? Опять же, в Локомотиве не замеряли. Опять же, я в большей степени не касание потолка, да? Сейчас выпрыг... Отрыв. Отрыв, да. Ну, какой у него прыжок? Пока не было замеров, но отрыв. Ну, там не менее метра точно, по-моему, сейчас было. Очень высокий прыжок. Александр Будько. Вполне возможно, что и больше. Намного больше. Будько вернулся на площадку. Давайте отметим. Олег на покидает площадку. Младший Олег на. И четвертая подача Константина Абаева. Ну, что ж такое сегодня? Как четвертая, так как будто сглазили, да? 21-18. Ну, как в воду глядел пламя Константина, говоря о том, что мы сейчас еще сможем отыграться. Да, помнишь, профессорова, наставника локомотива. Очень тонко почувствовал эпизод. Ребята поверили, но сейчас Будько не самый сильный подающий у гостей, но при этом тоже обладающий этим потенциалом подачи, да? Ох, какая хорошая сейчас была завершающая фаза у локомотива. Мощный кистевой, мощное кистевое движение, да, получается у Марка Иовича. Посмотрим ее на повторе. Да, хорошо сыграл по высоте, по блоку, то есть очень тонко, грамотно. 22-18. Балетчика локомотива заводится и нужно сейчас завестись и ошибается. К сожалению, для локомотива ошибается Марка Иович. Еще и прихватился он за левое колено. Не хотелось бы. Но, судя по всему, все нормально, да? Гапет, Мартынюк. Ах, какой мяч зачехлили гости. И, к сожалению, для локомотива Зенит-то пока белый флаг в этой партии четвертой не выбрасывает. Зенит также борется до конца, не останавливается. Тайм-аут команды локомотива. Именно Константинова. Послушаем наставника локомотива. Служи! 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 Ну ладно, давайте, мужики, там понятно, мы разобрались с тобой, но а до этого, что получается, если у Кима Сепский был язык? Да, Фламин очень много языков знает. Понятно, вот. Но он сказал, при такой ситуации, какая сейчас была, что тут раз он не бил в линию, а переводил с 2 по 2. 2 по 2? Да, потому что до него он не дотянется. Понятно. Мы посмотрим сейчас, но здесь не самая лучшая доводка, но и смотрим, и опять не удается, да? Ну вот, пожалуйста, с 2 по 2 вполне возможно, там был тройной блок соперника. Сложно было сыграть. А Константинов еще постур берет. По запросу команды «Локомотив» состоится судейская процедура видеопросмотра игрового момента. Что там можно было? Касание блока посмотреть? Касание сетки. Сетки, да, блока, да. Ну, блокирующими сетки, да, я хотел сказать. Тотки тоже эпизод. 22-21 было трехочковое преимущество. И потихонечку вот это отрыв, он сокращается, а потом опять увеличивается, да? Сокращается, опять увеличивается. Такая вот ситуация весьма напряженная и нервная. Но, в принципе, мы сегодня этого и ждали с вами. И здесь касание сетки мы не видим. Мяч отдается команде «Зенит Казань». Запрос команды «Локомотив» не был удовлетворен. 22-21 «Локомотив» впереди. И пошла у нас концовочка четвертой партии. И замена «Локомотива» Алексея Родичева на площадку вернулся. Родичев покидает площадку и возвращается капитан команды Сергей Савин. Ингопед тоже почувствовал свою весьма неприятную французскую подачу. Нашел себя и вот сейчас наконец-то расчеклил, да? С какой-то такой определенной ненавистью сейчас. Очень жестко завершает эпизод. Ражан Лобуричи. Мне кажется, просто блокирующие не ждали, что дадут третий раз. Подряд. Да. Как раз в стык запил. Монгопед там, разумеется, ни при чем. Там уже сложно было спасти. И Дмитрий Щербинин. Важный эпизод для «Локомотива». Тем более команда уступает после этого 1-2. Будько. Михайлов. Здесь вообще без шансов для Савина. Очень здорово. Профессионально не подкопаешься. Да, тут только улыбаться остается, что здесь еще это можно сделать. Ну, смотрим мы, да? Ну, как-то. Здорово. Выкрутил, опять же, руку в этом эпизоде. Не стал играть прямо, да? Вот, пожалуйста, сюда вот. Во вторую зону там. Очень круто убрал. Да, это уже многоопытный Волков. И неприятный получается прием. Хотя Марко Илович ногой спасает. Сумасшедший мяч поднимает. Доигровщик «Локомотива». Ну, опять же, тяжелая альтеририя. Альтеририя получается гостей. И Максим Михайлов сравнивает счет 23-23. Нет еще ничего не потеряно для «Локомотива» по большому счету. Подача будет у гостей. А «Локомотива» сейчас необходимо не допустить брейковое очко. Таймаута мы с тобой не видим, да? И остается Волков на подаче. Сандр Волков. Савин. Хорошо. Сложной ситуацией. Сет был. Именно сет был, а не матч был. Обращаем внимание. А вот и таймаут. Судя по всему, да, будет таймаут. Таймаут команды «Зенит». У «Зенит» там. Давайте послушаем. Вперед, 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 вперед. Первый от сетки, отайди сам от сетки. Первый выход под мяч. Там, что высоко, в этот далеко от сетки, можно и атака на высоте. Давай, Максим, давай, снять. Ребята, заигрался с Михайловым. Есть идеальный прием. И есть заказ зона. Гостя на зону. А мы идем назад. Хороший мяч, прыгай. Ну, то есть, внимание на Михайлова, да, в большей степени? То есть, разыгрался он, следовательно, на него сейчас мячи будет грузить. То есть, будет хороший прием, да, у гостей? Да, в последние несколько эпизодов очень хорошо сыграл. Ну, мы отмечали с тобой, ну, и, может, там еще и Волкова ответить. У него тоже была весьма неприятная подача. Локомотив на подаче, и Дражин Лубурич, он в Белогорье-то, ох, как неплохо подавал. Удько и Михайлов. Здорово. И надо забивать Савину. Забивает тяжелый момент Сергей Савин. И вот они танцы. Безгубна, разумеется. Но с тренером здесь 25-23. Локомотив затянул эту встречу в тяжелый концерт 4-го сета в пятую партию. Но это классика. Без этого никак, судя по всему. Но это праздник волейбола. Праздник волейбола продолжается в Новосибирске. Вернемся уже очень скоро. Будьте с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чуть-чуть подзабыли мы Барташа Феднерджа. У Михайлова и подача идет, и в доигровке он хороший. И сейчас еще и блок. Зенита прикрывает диагонального локомотива. 4-2. Раздумывается, где по всему, над таймаутом уже, да, Планенко Станциновка пока не берет. Сейчас была сложная ситуация. Но линию здесь прикрыли. Очень здорово. Необходимо Михайлова снимать с подачи. И Максим Михайлов, он сам, как вы достичь нас, и говорит, ладно, ребята, давайте я сейчас ошибусь. Опять все мы посмотрим. Пока заряженные глаза. Это очень здорово наблюдать. Очень сконцентрировано, да? Локомотив на площадке выглядит. Ну, конечно, повторюсь, все хотят суперкубок. Все хотят суперкубок. Это не только три очка в чемпионате. Это суперкубок, разумеется. Здесь уже у нас после этой пятой партии будет награждение. А кто получит кубок, сейчас берет повтор, судя по всему. Олег нам. По запросу команды Зенита. Арбитр показал, прежде всего, Николай Книжников, что не было касания блока, да, если я правильно понимаю. Но Олег, наверное, не согласился и берет тайм-аут, ой, тайм-аут-рассмотр и в большей степени Вольвич, мне кажется, был заводилой, да, в этом эпизоде. И он показывал, что было касание. Ну, да, он думает, что было касание. Вот он там, кубок стоит, видите вы. Золотой, надеюсь. Блухозолоченный. Ну, не менее ценный от этого суперкубок России, которого нет у Локомотива, но уже семь штук есть у Зенита. Может быть, хватит? Я тоже так думаю. Скажут болельщики Локомотива, но болельщики из Казани, разумеется, сейчас скажут ничего подобного. В прошлом сезоне мы проиграли Кемеровского Кузбасса. Что здесь за пандемия такая? Смотрим мы еще раз и очень похоже на касание пальца. Да. Указательный палец, левые руки. Притихла публика. По итогам процедуры видеопросмотра принято решение. Ну, разумеется, неприятный момент, но это только первая, третья, пятая партия. Но весьма серьезный соперник для подачи у Локомотива. Трос нового центра волейбола играет за Локомотив. И не было касания сейчас блока. 6-3. Повтор будет брать? Не берет момент Константинов. Тонкий момент. Весьма напряженный. Но еще можно спастись. Полное возможно. Пожалуй, рано еще. И не праздывает, разумеется, здесь Владимир Олегов. Все правильно делает, очень сдержан. Барташ. Это подача. Опять неприятный блок. Опять Зенита и Вольвич. 7-3. Может быть, выдохнем немножко. Действительно выдохнем. Тайм-аут команды Локомотив. Все мы вернем. Все мы вернем. Все мы вернем. Много времени прообщался Владимир Константинов со связующим командой, с Константином Абаевым. Здесь наставления точечные, да? Ну да, он сказал, что он может сделать. И что, я думаю, сейчас Владимир Константин сделает. Ну там зачем ему там же Будько? Ну, Будько тоже думает, как связка. Он ищет самого слабого, блокирующего. Сложно сняться с подачи польского доигровщика. И опять не удается. И завершающие действия Ангапета. И мяч опускается сейчас в площадку. Раздосадован француз. А такие эпизоды в таких пятых-то партиях могут быть. Потом, вы знаете, ключевыми, если вспомнить партию, смотрим мы еще раз. Закрутился мяч. Уже выключился из борьбы, получается, Ангапет. И сняли с подачи Бартыша Бэднерша. Абаев. Бэднерш в приеме. Будько Нангапета. Здорово играет блок Локомотива. По крайней мере, есть сейчас возможность выиграть этот балл. И удается. Марку Риловичу. 5-7. Это поинтереснее будет, да? Да. Напряженные моменты. В такой момент, видимо, хочется выйти на площадку. Я так подозреваю. Александр скоро здесь уже переоденится и пойдет, скажет, ребята, дайте клиентам. Где-то вам помогу. Конечно, охота выйти помочь. Руки чешутся, да, в такой эпизод? Не только. Напряжение, оно все-таки здесь передается, да, этой встрече. Попал в площадку Константин Абаев, к сожалению, для Локомотива. И 8 очков набрано, следовательно, смена площадок. Но это таков регламент у пятой партии. Не стоит пугаться болельщикам Локомотива. Все еще вполне возможно будет. Еще вернется. Пока чего не хватает Локомотива в пятом сейфе. Мне кажется, не держим свой съем. Если бы держали съем, то есть, ну, забивали с подачи соперника, было бы попроще. Но подача соперника весьма сложная, оказывается, да, то есть, поэтому-то съем это и не получается. Тяжелые мячи доводятся уже до атакующего, третьего волейболиста. Не получается позитивный прием, можно так еще выражаться, да? Да, 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 именно, точно. То есть не доходит мяч, хороший мяч до связой с Чилая. А там уже передача получается не всегда самая острая. Вот сейчас здорово вверху принимает Марка Илович и попадает Ражан Лоборич на нуждах. Кстати, вспомнило, что Лоборич забивал, обычно, весьма важные мячи по ходу четвертой партии, когда команда сумела чуть-чуть оторваться от соперника. Снимаем мы еще одного весьма опасного волейболиста с подачи Сурмачевского. Ивович тоже покидает площадку. Марка Илович. Были сегодня у него эйси, по-моему, в первой партии, по-моему, были, да? Не помню. Тройной блок Локомотива, здорово! И вот они эмоции Дмитрия Щербинина. Сколько лет проиграл он в московском Динамо. Потому что он в сезоне пришел Локомотив и буквально к этому бору пришелся, да? Очень хороший блокирующий, талантливый и трудолюбивый. Берет тут же Олег на тайм-аут. Давайте послушаем наставника Зенита. Что вы, блядь, ебете все друг друга? То там сетку на простом месте, то руки уберете. Что, блядь, на три метра оттуда? Команды играют. Давай друг за друга, блядь. Лучше сделайте каждому. Ну, Константинов более спокоен, да? В данные минуты, нежели Владимир Олег, да? Ну да, потому что и Локомотив начал набирать ход. То есть, казанские игроки немножко остановились. Где-то руки убирают, но при этом Константинов говорит, что вы там по локтям, да? Аккуратно тоже. Марко Илович. Одно брейковое очко уже есть. Илович на Мгапета. Здесь первый темп не получается. И Мгапет сейчас попал. Все-таки задел, да, Лубурич? Лубурич, судя по всему, с досадой вон, да? Да, задел. Задел все-таки. Он здесь по линии диагонального Локомотива. Смотрим мы повтор. Небольшое касание. Но все-таки было. И опять на два очка. Зенит впереди. Будько. Столько лет поигравший в Локомотиве на подаче в составе Зенита. Лубурич возвращает тоже к сопернику. 8-9. Где-то еще там отлим два брейковых очка не хватает в автомотиве, чтобы концулочку так потихонечку подтянуть к себе, психологическая точка зрения, чтобы себя там, может быть, поувереннее чувствовать. Тяжелый мяч был у Лубурича. Высоченный Волков был там и Михайлов. Не позавидуешь, да, на таком блоке сыграть. Еще линию прикрыли. Да, хороший высокий блок. А это Локомотив. И чуть-чуть не повезло. От головы Лубурича, по-моему, мяч уходит там за линию площадки. Ну да, если бы было смягчение, было бы уже... По-другому развернулся бы эпизод. 10-8. 8. У Локомотива 10 указаний. Эрвин Гапет. Фирменный разворот там у него получается. И первый темп не получается у Ильяса Куркаева, к сожалению, для Локомотива. Очень вовремя там, судя по всему, Волков его прикрыл. Высоченный Александр Волков, олимпийский чемпион 2012 года. Напомним еще раз. Да, действительно. Левой рукой. С разбега прыгал Ильяса. Стерними три мяча. Разница. И здесь опять блок у Зенита. 8-12. Тайм-аут. Тайм-аут команды. Клавин Константинов. Тяжелая концовка ожидает его команду. Но мы посмотрим еще. Ильяса Куркаева. Рано, да, выбрасывать белый флаг Говорит Пламен Константинов И опять же позитива добавляет Что снимитесь с подачи Нгапета А дальше пойдет Луборич подавать У него мощные подачи После Луборича там по расстановке, я уж не помню, кто подает По-моему, Ларко Маркович, да? Нгапет опять тяжелая подача Саймин в приеме И Луборич Ох, какой опять же мяч Опять блок, да, отмечаем Луборич там уже раздосадован Третий подряд блок получается У Казанского Зенита 8-13, 5 мячей Преимущество Гостей, но в данный момент Если кто-то покидает, может быть, трибуны Локомотив-арена, то вполне возможно Могут пропустить один из самых Величайших Комбэков, да? Да, бывает такое Так, игра продолжается Сейчас необходимо Локомотиву срочно буквально забивать Забили Тут Ражан Лоборич 9-13 Сейчас посмотрим на Действия опять же Вот эти, да? Кламена Константинова Который говорил о том, что сейчас снимитесь А дальше игра пойдет Там очки наберете Насколько он сегодня Готов прогнозировать Дальнейший ход событий Вполне возможно Лоборич может сейчас расподаваться Ну, по крайней мере Отступать уже некуда Но уже дает Если не сейчас, то когда уже Потом все, до свидания Просто убежит к сопернику Получается неплохой прием И здорово в завершении играет Михайлов Матч-болл У казанского «Зенита» 9-14 К сожалению, для новосибирского Локомотива Это партия Вот концовка партии опять Выходит комом Задомчив там Лызик уже Волков на подачу У «Зенита» И это Эйс Александра Волкова И это победа Казанского «Зенита» В пятой партии Со счетом 15-9 К сожалению Вот, как говорится Она продолжается Это череда поражений Новосибирского «Локомотива» От казанцев В этом чемпионате Еще команды сыграют Дважды по ходу Еще один раз Сыграют по ходу чемпионата Это один матч Получается уже Совмещенный с Кубком С Суперкубком России Но могут еще В Кубке России сыграть Кстати, мы не забываем об этом В разных группах выступают Команды на полуфинале И можем встретиться Еще в финале шести А кто же его знает Вполне возможно Есть еще Лига чемпионов Не забывайте И об этом Там тоже команды играют Пошла нарезка у нас От этих опасных моментов Будет еще награждение Кстати, сегодня победители Этой встречи Разумеется, мы ждем Этого момента Чуть-чуть так потянулись Получается у нас Трибон Ну, смотрим и пятую партию Что не получилось здесь Опять же, Александр К тебе обращаюсь Блок соперника Настолько был высок Что нельзя было его обрулить Вот так буду выражаться Ну, очень хорошее действие На блоке соперника Да То есть Вовремя ставили То есть Получается Многоопытные ветераны Тот же Михайлов Тот же Волков Александр Волков Да Вот они Здесь игру сделали Да Они принесли свое Тоже Копилку Общей победы А что нужно делать Тогда в этом случае Рукомотив Опять же Вот сейчас разбираю Да Я понимаю Самая холодная голова У тебя Ты сейчас тоже переживаешь Поражение Ну, что нужно было делать И так Что приходит первая науна Надо разбирать Просто сейчас Сесть Сейчас нужно Просто разобрать И посмотреть Сейчас можно увидеть Кого угодно Но Вот он Суперкубок России Который уезжает Сегодня улетает Из Новосибирска В Казахстан А вот они победители Этого турнира Казанский Зенит Восьмой раз Получается Завоевывает Суперкубок России И Все эти 12 розыгрышей Эта команда Всегда участвовала В Суперкубке Всегда Непременно Либо в качестве Победителя Кубка России Либо чемпионом они были Вот тебе и команда Да Которая опять же Мы сегодня отмечаем Пока не берет Курс на обмоложение Состава Не, ну Можно выделить Все-таки есть Уже молодые игроки Подтягивают Любинский Ты можешь вспомнить Да 17-летнего Да Но тот же Сурмачевский 24-летний Да, вот они два Которых мы сегодня Можем вспомнить Это точно Ну есть опять же Кононов Да Три года Кононов Да Разумеется Сложно сравнивать С такими матерными ветеранами Как Будько Там допустим Или Вольвич Вольвич Да Которые Пожалуйста Стоку уже наиграли Да Но можно позвлять Все-таки команду Что касается Ближайших матчей То Локомотив Уже очень скоро Сыграет здесь 7-го Октября Против новичка Кстати Суперлиги Что известно о команде Тоже играют Наши воспитанники Тоже Об этом мы поговорим Уже в ближайшие Там что получается Среда Да 7-ое октября Ближайшая среда И между прочим 7-го октября День рождения Будет праздновать Сергей Савин Капитан Новосибирского Локомотива И Рефери Сегодняшнего матча Николай Книжников Он сегодня По-моему Без претензий Отработал У него тоже День рождения Будет 7-го октября Между прочим Опять же Вспоминаем Сейчас такие Определенные детали То что случается 7-го октября Наряду с тем Что Наряду с тем Что 7-го октября Отмечает день рождения Владимир Путин Кстати Президента Российской Федерации А если бы не было Кстати бы Его Подписи на документе Не было бы Этого дворца Тоже нужно вспомнить Об этом Была такая Отмашка сверху Что В Новосибирске Должен появится Вот этот прекрасный Дворец спорта Центр волейбола Локомотив арена У нас сейчас Официальная часть Награждения Казанского Зенита Уважаемые болельщики Мы начинаем Церемонию Награждения Субтитры По мальвову Посвященного Памяти советского Волейболиста Дрегина Николая Сергеевича Михеева Да Сегодня Михеева Вспоминаем мы Тренера сборных СССР Обокносят именно Его имя И вот они Победители Этого Триумфатора Этого турнира Зенит Казань Город Казань Церемонию Награждения Проводит Генеральный Сибирь Всероссийской Федерации Волейбола Александр Михайлович Яевых Ну приятно Что остались болельщики Кстати Давай отметим Да Они наблюдают Они разъезжались По домам Победители Суперкуб КВТБ Победители Николая Игорева Награждаются Игроки И тренеры Волейбольного Клуба Зенит Казань Город Казань Зенит Казань Чемпион В сегодняшнем матче Суперкубок России У Казанского Зенита И вот они Медали Сейчас Появятся На Ширик игроков Пожалуйста Награждение Продолжается Здесь Зимчонок Здесь же Иванович Здесь Икононов Можно в принципе Всех вспомнить Кто сегодня У нас был На площадке Не было сегодня Федора Воронкова К сожалению На площадке Но отметим Федор Воронков Он все-таки Есть в обоими команды Андрей Сурмачевский Артем Горьевич Лоран Олегна Александр Волков Эрвин Гапет Барташ Бэтнерш Сегодня столько Насарил локомотиву Что мало не покажется Валентин Кротков Александр Будько Алексей Кононов Денис Зимчонок Артем Смолер Валентин Голубев Максим Михайлов Здесь же Кстати Владислав Бабичев Должен быть Либера Он сегодня Был у нас В заявке Но и Микаила Лобинского Мы не видим К сожалению Не обратил я внимания Он там все-таки Или нет Все нормально Все так Денис Тренерский штаб Уже пошел Владимир Олег Ну и так далее Сергей Алексеев Там Ну и так далее И массажисты И все присутствуют Разумеется Вот они все Судя по всему Да Ну что ж Такие друзья Массажисты Я не вижу Есть да Александр Будько Поднимает здесь Супер Кубок России Над головой Некогда Игрок Новосибирского Локомотива Ваши аплодисменты Дорогие друзья Видит именно он Победа над Зенитом Казанским Но я думаю Что сегодня Именно вот эта Победа Зенита В дальнейшем Водушевит Полетчиков И Локомотива И игроков Славяна Константинова На дальнейшие Реванши Уже по ходу Этого Чемпионата Куда уж Обиднее Чем уступать Здесь Ну и куда Приятнее Зенита Поднимать Кубок На Площадке Соперника С другой стороны Казанский Зенит По праву Сегодня победил Да Можно где-то Там пенять На концовочку Локомотива Но отметим Что Более Может быть Целостность Сегодня Команда Владимир Правильно выглядела По ходу Всех этих Пяти партий Не соглашусь Потому что Хотелось Чтобы победили С вами Конечно Это понятно Это разумеется Ну что поделать Таков Как говорится Волейбол Здесь только Один победитель И сегодня Это к сожалению Казань Это Зенит Но к сожалению Опять же Для болельщиков Локомотива Ну и для нас Для болельщиков Именно Железнодорожников Хотя Опять же Отметим В этом центре Волейбола Нужно побеждать Он для этого Создан И может быть Как-то Схожесть площадок Сыграла на стороне Зенита Ведь площадки Построены по одному Лекалу Давай отметим Цвета разные Вот трибуны Ну и все-таки Новосибирская арена Более Скажем так Модернизирована Для волейбола Нежели Центры В Казани Да Есть отличия Ну в принципе По одним лекалу Практически строились Эти площадки Вот он пожалуйста Польский доигровщик Бартыш Беднерш У него сегодня Все шло И по ходу Первой партии И по ходу Второй Там буквально В четвертой партии Только локомотив Сумел его Немножечко прикрыть Кислород ему перекрыли На подачу Он пошел тогда К сетке забивать Ну да Разноплановый игрок Который еще Разумеется Много пользы Принесет Зениту из Казани Ну и на этом У нас Сотрансляция уже Очень скоро будет Завершаться Уважаемые наши Телезрители Ждем вас Разумеется Здесь мы Под сводами Этого Прекрасного Волейбольного центра На ближайшем матче Локомотива Уже в ближайшую среду Ваши комментаторы Это мой коллега Александр Ткачев Игрок Волейбольного Локомотива Новосибирского Удачи тебе Саша Спасибо Жму тебе крепко руку Ваш комментатор Денис Табаков Болейте за своих Любите волейбол Занимайте спортом И будьте здоровы До свидания Всем удачи С победой Зенит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин